Антитренды UX 2017 года. Подкасты, вебинары и статьи — это новый вид прокрастинации. Использование теней и блюра для повышения функциональности. Погнали! Да, всем привет, как вы уже догадались, с вами UwebDesign и проект «Суровый веб». Да, всем привет. Подкаст о веб-IT, технологиях и вот этом всём. Сегодня у нас 22 февраля 2017 года, выпуск номер 114 и время уже полдвенадцатого по Челябинску. Ночи. Да, я почему осёкся, когда говорил 22 февраля, думаю, вдруг тут уже 23 на часах-то. И ты хотел мужиков поздравлять? Ну да, мужчины, с наступающим вас, праздников. Праздников, всё уже, нормально. С самого начала я уже погнал, ну как бы да, почему бы я. Поэтому выпуск только для мужиков сегодня. Вот прям, все, кто девочки, вот прям выключайтесь сейчас сразу. Можете дизлайк поставить, да. Дизлайки, они тоже нас в ранжировании поднимают, поэтому в принципе, да, можете всякое делать. И первая тема у нас что? Мужская, самая мужская тема. Да, нам её предлагает пользователь с ником Knuckles Yehidna. Knucklesи-выклси? Практически. Но тут Knuckles как... Слушай, я забыл. Типа наручники, да? Ну-ка. Ух ты, ты в прямом эфире английский? Да, курсы английский с ювеб-дизайн. Knuckles. Кастет. Почти наручники. Я же помню, ну как бы да. Так вот, Кастет Yehidna прокомментировал. Здорово, пацаны. Отличная статья Кристиана Бека об ужасных трендах в UX 2017 года. Хорошо, хоть не Кристиана Бейла. Согласен. Он, представляешь, он бы похудел специально для этой темы. Для тех, кто не знает, он для своих ролей то толстел, то худел на 20-30 килограмм туды-сюды. Хорошо. Так вот, Кристиан Бек, такой чувак без шеи, видишь, да, на картинке? Вижу, да. Он нам написал на медиуме. Нам. Естественно, прям нам. Тут как бы уже, в принципе, сколько? 800 с чем-то лайков? 632. Но нам написал. Мой, кстати, 632 лайк и был. Меня же тут, ну да, я тысячу раз уже говорил, что меня упрекнули в том, что мы не лайкаем. Я теперь лайкаю все статьи, которые мы обсуждаем, которые мне реально понравились. А такой вопрос, смотри, у него, короче, есть сверху, слева, около логотипчика медиум, есть дрель. Не поверишь, просто мысли мои читаешь. У меня курсор на ней завис, я хотел рассказать, что же она означает, и ты меня спросил. И там какая-то, видимо, хреновина, коллекция, да? Да, это под медиум, который называется UX Power Tools. И Tools это инструменты, поэтому здесь дрель. Но это не простая дрель, это UX-овая дрель. Еще и Power, мощная. Блин. Мощная UX-овая дрель. Ну давай без шеи, Лаева. Да, Кристиан Бек называется под заголовок Design Humor. Понял, это он шутит. То есть будем хохотать сейчас. Дисклеймер. Все, что мы здесь будем сейчас говорить, это шутка. Ужасные UX-тренды 2017 года. Внимание, они захватят UX-вселенную. Ну-ка. Первая шутка уже, смотри. Видел, да? Hot New UX Techniques. Новые супер-UX-техники. То есть здесь будет несколько, так сказать, разделов, трендов. Вот первый это UX-техники. Первый более серые-серые. Инстаграм, говорит, взорвало всем мозги, вообще сорвало башню всех от Инстаграма, когда они все приложение перейдевали в черно-белом. Помнишь, мы с тобой даже это обсуждали? Так. Тогда же, когда они иконку вот в этот вот радужный, так сказать, переделали. Так вот, здесь он подпытливает на это, что мы же ведь никогда черно-белого-то ничего в жизни не видели. Типа, спасибо, что сделали, чуваки, там, туды-сюды. Ну, на самом деле, я уже и подпривык, конечно, но до сих пор меня это коробит. Мне супер первый Инстаграм нравился намного больше. Который с кивоморфом еще был? Да, ничего не могу поделать с собой. Но Инстаграм 3.0 просто газету он здесь показывает, и все нормально. Шутки, шутки напоминаю. Ну, подожди. Ну-ка. Чего он бы длит-то? Там же главное контент, фоточки. Главное, чтобы были тела оголенные. Ну, ты же видишь, во-первых, тела запрещены до сих пор. Но не столько оголенные, а чуть-чуть оголенные. Подоголенные. Как бы, чтобы ты мог видеть своих, например, однокурсниц. Ну, да, с сосками, которые сердечками закрыты. Да, у меня такие однокурсницы. У меня тоже. Так вот, и он ты здесь в основном видишь о том, что серое-серое все, серое-серое. Я так понимаю, и про этот твит был прикольчик-твит. Да, прикольчик-твит. Говорит, опросик, какой цвет вы предпочитаете использовать в дизайнах? Грей или грей? И 76% выбрал грей. Так что-то, что-то серое, по сути. Что-то, что-то. Что-то, да. По аксиоме, эскобара. Но, видишь, здесь в конце концов он говорит, посмотрите, дизайнер использует грей против грея. Если, говорит, вы все еще используете грей, то вы лучше другую работу найдите. Вас точно никто не наймет. Ну, как бы, здесь вообще сама шутка в том, что только два варианта, серое и серое, потому что сейчас все типа серое. Ну, и это фу-фу-фу. Мы, кстати, с тобой опять же здесь давно сидим и уже неоднократно разговаривали о том, что это плохой вообще экспириенс, когда все серое делают. Ну, вообще, пусть он не выеживается, у него всего 27 человек проголосовал. Ну, 21 на моем, почему-то здесь. Я сейчас сделаю Ctrl-R. Может быть, уже 27. Да кого ты сделаешь сейчас крышот? 21. А, черт. Ну, давай. Хорошо, почему ты 27 тогда сказал? 21. Я ничего, я... Ты при бреде вас тебе бы? Не знаю. Здесь просто у него еще комментарий, что ему много личных сообщений прислали. Нахрена он такой тупой вопрос задал? Много. Там один человек написал. Так вот, следующий дерьмовый UX-тренд именно в графе UX-техники — это скролл-бары виртуальной реальности. Раньше же, говорит, всего-то надо было, типа, башкой повернуть, но это же, говорит, полное дерьмо. Теперь-то надо посмотреть, типа, в угол и глазами вверх-вниз поделать, чтобы, типа, проскроллить. А еще надо потрясти башкой, чтобы сделать параллакс. Bob your head — это как bobblehead надо сделать, который трясунчики на столе стоят, вот, да. Но только это, говорит, не перехватывайте ни у кого скроллинг на VR. Ну, типа, ну, скролл-джек — это те все техники, когда ты, типа, ожидаешь обычного скролла, а тебе джаваскриптом там что-нибудь листается и так далее. А то, типа, вызовите какую-нибудь это... Эпилепсию. Ну, типа того, да. Да только это какое-то говно, потому что... Подожди, тебе не нравится наша заглавная тема? Нет, мне нравится, но знаешь, чем суть? У нас же еще не наступил веб-VR. Ну, видимо, такие тренды уже реально есть. Он же, в принципе, это не с хрена здесь говорит. То есть мы дальше с тобой поймем, что, в принципе, все чаще и чаще такое дерьмо встречается. Не, я только рад, что бесшейный пацан все-таки рулит. Что он правильно написал. Рулез. Давай дальше послушаем, что... Оригами прототайпинг. Ну, мы тоже везде видели. Он говорит, в принципе же мы в школе-то учились. На бумажке там что-то рисовать, делать и так далее. Но теперь уже все не так модно стоять около Старбакса, предлагать свой бумажный прототип, смотреть людям, показывать. Типа, говорит, посмотри на мой прототип, там охренеть. Поэтому все теперь придумали оригами прототип для тех, кто все еще, типа, делает на бумаге. И здесь у него еще будет шутка. Нет, не здесь. Про скевоморфизм. Типа, что зачем же использовать текстуры в скевоморфном дизайне? Лучше сделаем флет с оригами. И по факту это как бы тоже скевоморфизм. И, то есть, ну, типа, чуваки запутались. Что вы как бы хейтите все скевоморфизм, а опять к нему возвращаетесь, непонятно, типа, и сами не понимаете этого. Для наших слушателей я хочу просто сказать, что у него приложена картиночка с paperkawaii.com, но это не суть. А суть в том, что здесь Пикачу собранный из такого желтого, естественно, картона такого. И он очень-очень кавайный. С черными ушками. И такое ощущение, что они отдельными кусочками бумаги переделаны. Ну, почему-то правый как-то так съехал. Но, наверное, все-таки покрашено. Наверное. Покрашено, как потрачено. И подпись, естественно, «Новый покемон го» выходит в 2017. Отлично. Так вот, следующий набор плохих трендов – это суперновые названия работ. Мы же, говорит, все любим вот эти вот названия работ. Когда, в принципе, мы не заняты тем, что мы наслаждаемся своими названиями работ, мы просто проводим время о том, что о нем говорим, пишем о них статьи. Ты имеешь в виду «Я researcher»? Ну, там, да. «Senior Pro Limited Researcher» и так далее. Так. Так вот, первое. «Principal Design System Architect». Как же много всего. Главный, да, «Архитектор дизайн систем». И говорит, в прошлом дизайнеры, в принципе, фокусировались там на экранах, на юзерфлоу, на том, как пользователи пользуются продуктом, простите за тавтологию. Но иногда нахрен это не надо. Надо же просто это, придумать бота, который это будет делать за вас. Я просто хотел сказать, что продуктом полураспада. Здесь картинка из «Симпсонов». И был момент, когда Гомера заставляли работать из дома, и там практически ему надо было вот «Ес» жать, когда там что-нибудь там. Он же на атомной станции работает, когда там, типа, правильные какие-нибудь там. Все хорошо было, надо было жать «Ес». И он вот сделал вот такую хреновину, которая «Ес» за него жмет, а он на диване лежит. Ну, это круто, кстати. И здесь подпись, что это, типа, просочившийся прототип нового Adobe Design Bota. Отлично. Который просто будет за вас делать какое-нибудь дерьмо, и все. И, в принципе, почему вообще здесь говорят о архитекторе дизайн-систем? Что такое дизайн-система? Дизайн-система – это, типа, материал-дизайны, которые один раз сделали систему с кучей страниц, в которых просто нарисованы кнопки, цвета, гриды, которые показывают, как что-нибудь дизайнить, но нихрена на самом деле не дизайнят. Ну, то есть, представь себе, это как мета-дизайн. Все говорят о том, как надо делать, но никто уже ни хрена и не делает. Отлично. Как бы, вот вы можете дизайнить, вот надо дизайнить так. Но по факту, чтобы это адаптировать к реальной жизни, нужно все равно все это задизайнить. И толку вот в этих гайдлайнах практически никакого нет. Ну, он утрирует здесь, конечно, но когда именно нанимают на работу людей, которые делают вот такие системы, которые, как бы сказать, ни к чему не обязывают, это уже, типа, нездоровое дерьмо. Дальше идет принципл-дизайнер. И обратите внимание, здесь не принципал, как главный там директор, а принципл, принципиальный дизайнер. И, говорит, в принципе, так часто уже неправильно пишут, что уже реальный такой тайтл становится. И дизайн принципов – это тот человек, который подходит и всех поправляет в компании, и говорит, чувак, вот надо не просто вот дизайнить. У нашей компании есть своя миссия, своя цель. We have a deeper mission here, you guys. It goes beyond pixels and RGB values. Это не просто пиксели и значения RGB. Мы меняем этот мир. We're making a difference in the world. Вот такие люди, которые подходят и говорят, что у нас принципы, у нашей компании. Мы все делаем прям по понтову. Ну, за такое в морду бьют в курилки-то потом. А эти люди не курят. Они вейпят. А им не надо в курилку. Выходишь на 95% безопаснее, поэтому что-то говорить-то. Sketch Runner – это новая работа, это человек, который от дизайнеров спускается к разработчикам, а они непосредственно в подвалах непременно сидят и просто относят им скетч и говорят, вот типа надо вот это реализовать, вот такой-то функционал, вот то-то-то. Им, конечно, недоплачивают, но если, в принципе, посмотреть, то они дохрена выпативают в итоге, зарабатывают тем самым. А про что здесь шуточка-то? Ну, это как пара-пара-пам. Ну, я понимаю, но к чему он это говорит? Просто про все? Хрен его знает. Не знаю. Но насколько я так понимаю, тут просто еще шутка, что у каждого принципиального дизайнера есть свой скетч-раннер. А, хорошо. Он как бы, в принципе, ну, продолжает свою эту линию, и он уже сам шутит над шутками своими и так далее. Associate Eye Trackers. Это чуваки, которые следят за глазами. И это отдельные люди, которые просто... Это же так дохрена важно, что надо прям смотреть, куда пользователи смотрят, целых отдельных людей на это прикреплять и так далее. Глазняки некие. Да, как окулисты. Как окулисты-то у нас называются по... Офтальмологи. Офтальмологи, вот, точно. Вот офтальмологи свои на предприятии у вас должны быть в компании, в вашем стартапе, в вашем digital agency. Чтобы не шоколадные глазни. Естественно. Да. Я говорил, что для мужиков только подкаст. Я сразу рассказал это. А, ну да, нам, в принципе, будут опять многие дамы писать. А нам уже многие дамы пишут. Постерегитесь, что вы там пофильтруйте базар уже, говорят, чуваки. Именно так и пишут. Да, ты слышишь? Чертила. Ты где-то, у параши сидишь или все-таки ты подкаст про веб делаешь? Вот да. Вот да. И здесь, в принципе, начинают такие люди-глазняки просто с отслеживания жестов людей. Проверяют, а не бьют ли юзеры клавиатурами от отвращения. То есть, в принципе, им надо учиться, чтобы стать потом сеньор-ай-трекерс. Главными ведущими глазниками. Хорошо. Он прям дожимает. Дрон-хореограф. Хореографы дронов. Не, я еще хотел просто сказать, что они не глазники тогда, а не пуканики, чтобы типа пукан не бомбил. Да, да. Они отслеживают у кого как бомбит пукан и предотвращают это, да, пуканики. Ну, то есть, опять же, шоколадные глядики. Ты все-таки к этому решил вернуться. Все-таки к этому, да. Так вот, хореографы дронов. И он здесь говорит, типа, блин, эти чуваки вообще, они прям в топе. Прям даже надо написать статью о том, чего они не могут. Потому что, в принципе, они все могут. Даже, например, быть задником для летящей Леди Гаги. Я думал, они не могут, а оказалось, даже и это они могут. И здесь сразу выступление Леди Гаги на Super Bowl, я так понимаю, раз логотип NFL здесь есть. И дроны в форме флага Америки за ней летят. Они летят, да, как армия этих машинков. То есть, прям, дрон-хореографы. Это big deal, чуваки. И просто представьте, что вот вы хотели бы задизайнить в этом году. А теперь представьте, что это с дронами. Вы, в принципе, наверное, не понимаете, но есть еще вот такие крутые возможности использовать дрона. Facebook-дрон, который вообще, в принципе, тебя следует за тобой и лайвстримит твою жизнь. Ну, это понятно. Twitter-дрон, который за другими людьми следует и спрашивает их про политику. Отлично. То есть, прям, вот, да. Uber-дрон. Он причем с лицом Навального должен летать. Смешно, да. Но это у нас. У них-то с лицом Трампа все-таки. Или с лицом мексиканцев. Си сеньор. Блин, ну не, это, слушай, прикольно, прикольно. Была же тема, что чуваки пытались доставлять пиццу на дронах, но их прикрыли, потому что пошли в жопу. Потому что то ли военные, то ли кто-то сказал, что все-таки воздух это довольно закрытое пространство для таких дел. Или кто-то просто там какое-то антимонопольное дерьмо. Представляешь, потому что, наверное, опоздала к ним пицца к военным, они такие все закрывают нахрен. Слушайте, вы, а. Ну, че? Все, я вас закрою все. Я закрою вас. Я тебя запомнил. Вы все там пострадаете, да? Дрон Uber. Он не вас подбирает, он подбирает ваши маленькие вещи. Например, ключи от машины, которые в другой комнате лежат. Ну, это мимими. Да. Ну, говорит, я закончил, дальше уже ваше воображение. Следующее, это нужно будет дизайнить мегатренды. И, говорит, мегатренды, они реально трендовые. Это тренды трендов. И в этом году мегатренды, они будут еще более мега. В конце года вам прям другое прилагательное понадобится, чтобы их описать. Поэтому, вот вам новый джумбо тренды для 2017-го. Но он что-то уже извращается. И вот здесь SQ морфин дизайн. Не скеломорфный дизайн, а SQ, это скручивающийся дизайн. И он говорит, забудьте про параллельные линии. Забудьте вообще любое чувство порядка. Пусть у вас будет хаос. В 2017-м не надо никаких правильных углов. Нужно прям вот, чтобы все было скошенное. Ну, и на самом деле, я даже уже видел на CodeRops'е и так далее, реально демки со скошенными всякими штуками. Видимо, да. Потому что, если вообще будут какие-то углы у вас, то люди будут твитить, что у вас нет ни воображения, вы не оригинальные, прям полное дерьмо. Надо прям углы. Потому что жизнь такая. Flat VR design. Это смешно. Нужно, чтобы на VR у вас все плоское стало. Уже же так все старое, когда все объемное, красивое, градиенты, теньки и так далее. Уже же мы от них устали. Да, теперь все будет плоское. Виртуальная реальность будет как South Park в основном. А не как Cuba and the two strings. Это, видимо, какой-то мультфильм слева. Я только хотел сказать, что SQ Morphing Design звучит как будто SQ, как будто это Картман говорит. Да, да, согласен. Вот тут ниточка, тонкая ниточка идет в South Park реклама вирусная. Так вот, и на самом деле я-то и помню, что они вот в какой-то момент South Park, ну, может быть, последние 5-6-7 сезонов сделали 3D-шным. В мае они, опять же, в 3D-шное его делают. И там-то реально пару раз была заставка, ну, или не только заставка, а переходы между сценами, когда, знаешь, там показывают горы, из гор в South Park перемещается, и там реально типа в 3D это двигается. Нет, это да. И как бы оно может быть и прикольно виртуальной реальности, но, в принципе, сама суть того, что вот у тебя виртуальная реальность, а там все такое плоское. Да, там совсем плоское все. Ну, она, наверное, как бы удручает. Но, тем не менее, брутальный дизайн дальше. Говорит, в принципе, похоже на тренд по бруталист дизайн, но еще более противное. Прямо, говорит, вот представьте, что нет никакого цвета упорядоченного, никаких заливок и линий. Все просто вот кусками, такими плевками цвета, абсолютно в разном порядке, в разнобой. И, блин, все миллениалы, они прям будут это... Пищать. Да, почему-то здесь еще будет написано, что они будут думать, что они живут, типа, здоровой жизнью. Причем здесь это, хрен его знает. Но, но да. Но мы, кстати, говорили про брутализм, у нас был выпуск достаточно давно уже. То есть, чувак, в принципе, тренды уже отстает от тренда. Ну, почему? Он говорит, что теперь брутал, даже не бруталист уже, а именно брутал дизайн. И тут не в том смысле, что будет прям хардкор, а просто будет говно тупое, неупорядоченное, и все. Хорошо. И следующее – это real-life conversational UI. Вы, говорит, в принципе, будете наконец-то с обычными людьми разговаривать, как люди с людьми, и обсуждать там макапы и так далее. Просто по бреду, и что уже настолько не общаются с новыми людьми, с реальными людьми, что как бы вот, да. Или, может быть, это прям в приложении conversational UI будет учитывать то, что ты с другими человеками. Я не знаю, он уже здесь в бреде бред свой, как бы сказать, у него появился. Поэтому, да. Он вообще, говорит, вот только это вам и надо знать за 2017, тем более, что уже февраль. Я надеюсь, что вы уже, в принципе, в курсе большинства из этих трендов. И если хотите, что... Если еще больше хотите каких-то понятных и значащих комментариев писать, то pump breaks mean girl. И здесь просто какой-то чувак не сохраняется. Pump breaks mean girl. Просто повторил? Ну, он как бы... Он троллит своих комментаторов, что хотите еще умных комментариев, то тогда... И процитировал тупорылый комментарий, который просто насос, тормоза, значит девушка. Просто, ну вот. My favorite design response from 2016, он написал. Мне охрененно это. Может быть, на каком-то жутком-жутком сленге сленгов это что-то и означает. Но, видимо, Крисчан Бек, так же, как и мы, с тобой не понял, что он хотел. Ну, и он прорекламировал, что мы вообще-то здесь скетч-дизайн делаем в UX Power Tools. Подписывайтесь на нас, смотрите там, что кого и так далее. Это у кого? У тебя. У меня в WhatsApp, видимо, написал кто-то. Ну, слушай, отличная статья. Knuckles и Hidna. Спасибо за этот просто влив эмоций. Да, это прям врыв, я бы даже сказал. Да, но я врыв не могу выговорить, поэтому влив. Суть какая, господа, мы прослушали первую тему, а теперь, как обычно, о наших насущных делах. Мы вам хотим напомнить, что все темы, как и Knuckles и Hidna, вы можете предлагать нам на сайте, в сайт-баре. Сайт-бар переводится как сторонний бар. Вот в стороне бара, в uobesign.ru, вы можете зайти. Да, там уже прямо к 115-му подкасту, то есть к следующему, можно предлагать тему, там у нас фургончик. Но мы это обсудим еще, что у нас там, какой фургончик. Да, и кстати говоря, вы можете зарегистрироваться у нас на сайте, чтобы еще проще оставлять нам темы, чтобы у вас появилась и аватарочка, и чтобы уже больше каждый раз вот это ничего не делать, а просто ты зарегистрирован, и у тебя все круто. Да, еще раз напомним, что будет у нас закрытый раздел только для зарегистрированных пользователей, будут наши там, я не знаю, лайв-стримы, как мы жрем, пьем, сын, срем. Для мужиков я напоминаю сегодня подкастан. И в принципе весь зарегистрированный раздел видимо тоже. Наоборот, он-то как раз не для мужиков. А, ну да, согласен. И еще, еще, как обычно, я хочу сказать для теплых аналоговых пацанов и девочек, стикеры, стикеры. У нас можно купить стикеры в паблике, стикеры с логотипом YouWebDesign, то есть с планеточкой, и стикеры с логотипом УВД Games нашего сайт-проекта, сайт-проекта. Да, там уже, конечно, не планеточка, но все равно. Но там про... Там half-tone текстурка. Там про игры. Да, и вообще еще я хотел объявить розыск. Жди меня программу на первом канале. Так. На первом YouWebDesign на вам канале. Чувак, который нам хотел помочь с After Effects, я потерял твои контактные данные, я хотел с тобой связаться. Поэтому, если ты все еще наш подписчик, все еще нас слушаешь... По какой-то причине. Напиши нам на worksobaka.youwebdesign.ru, надо поговорить. Я думал, у нас не жди меня, у нас пусть говорят. Ну, пусть говорят, у нас будет там дальше. Он придет когда? Нет, когда придет к нам After Effects? Так. Он скажет, что... Он нас, во-первых, посадит на 8 лет. Да, за то, что мы... Скажет, что мы ему на донышке всего налили, и нормально ему было уже. Да. Ну, вообще, если кто-то еще хочет нам помочь с After Effects, чтобы у нас заставочки были на YouWebDesign, отзовитесь, напишите на worksobaka.youwebdesign.ru или на youwebdesign.ru slash contact. Да. В принципе, мы и там, и там вам одинаково ответим. Будем вам прям признательны. Следующая тема, я так понимаю, про наш любимый сервис YouTube, на котором мы немножко хостим свои подкасты. Да, нам Neuron Insomnius прокомментировал. Я прям перехожу по ссылке. Блин, сейчас я открою в новой вкладке. Ты причем мне проспойлерил, что ты попробовал новый дизайн YouTube. Ну, как я мог? Как я мог без подготовки, так сказать? Просто, ну, короче, картинки, посмотрим на картинках, и все. Нет, мы посмотрим прям вживую. Ну-ка. На GeekTimes написал некий Росолько Саша, пользователь. YouTube снова экспериментирует с дизайном, как с наркотиками. И, ну, здесь классические шуточки, там, привет, юзернейм. Уже по традиции без лишнего шума Google дала возможность посмотреть на новый экспериментальный интерфейс YouTube. И ты прям черный врубал? Или ты мне просто белый показывал какой-то? Подрубал? Я черный тоже врубал, просто, видимо, ты уже не смотрел. Ну, и какой тебе больше понравился? Сразу. Белый для дня, черный для ночи. Какая-то, конечно, как реклама Акса какого-нибудь. Ну, да, сейчас звучало, как будто ты белье меняешь. Просто мама в WhatsApp написала, что голос дети, они уже посмотрели. И кто победил? Сегодня, видимо, первый выпуск какой-нибудь был. Я думал, там финал уже. Ты что, серьезно, что ли? Я не знаю. Мы все пропустили? Спроси. Сейчас я спрошу. И кто победил? Спроси. Именно, знаешь, это когда ты не знаешь, две команды играют. Там как бы в хоккей, футбол. Кто мяч забил последний? Там как бы шайба, но не важно. Ты лучше объясни, смотри. Для наших слушателей, которые не видят вообще, как это все выглядит. Слушатели, просто представьте. Да, просто представьте флет хрень. Оно выглядит, как новый Google+, чтобы вы понимали. Ну, вообще-то это материал. Конечно, это материал. И это скорее говно, чем хорошо. Чем материал. Чем хорошо. То есть мне не сильно нравится новый YouTube. Я соглашусь. Давайте сначала прочитаем мнение Рассолько Саши. Ну, давай, без него, конечно. Ну, просто хочется, чтобы было от чего отталкиваться. Мы от него оттолкнемся, как от дна в бассейне. Оп, и сплывем нормально. И все. И пузыри только знаем. И пробьем. Пойдет уже нормально. И дно пробьем на донышке. На этот раз изменения затронули не только плеер. Ребята из Google постарались практически над всеми элементами UI. Меню пользователя теперь выглядит вот так. Ну, здесь классическое выпадающее меню, как бы, ну, с разными настройками. Причем здесь, опять же, вторая передача, Никита, только. Какой нахрен финал? Я же говорю, только началось. Хорошо. Мне понравились дети. Хорошо пели, и песни хорошие. Ну, нормально. Такая вот вирусная реклама. Слушай, знаешь что? По-моему, я вот сейчас смотрю на это, не на то, что ты переписываешься с мамой, а на то, что на YouTube, который экспериментирует с дизайном. И я просто вижу, что, по-моему, ничего не изменили, кроме того, что все переделали на материал дизайн. Ну, нет, есть ночной режим. Можно язык теперь менять. Language English. Ну, охренеть, это просто перекраска в черный или что? Ну, да, ну, охренеть теперь. Switch account теперь по-другому выглядит. А я могу, подожди, а я могу вырубить такую хрень, чтобы он включал, когда у меня на часах темнота? Он включал мне черный, а днем вырубал на белый. А? На данный момент точно нет. А потом, может быть, появится какое-нибудь расширение на Chrome, YouTube, Alarm, Clock. Ну, что, если сейчас нас слушает какой-нибудь чувак из Гугла, Сергей Брин, если нас слушает. Пол Айреш, например, хотя бы. Хотя бы, да. Вот, то давайте сделайте, потому что вот на приложении Reddit, на iOS, меняет. Блин, то есть ты-то еще это не выдумал. Это реальные кейсы. Реальные кейсы. Мне просто, чтобы ты понимал, здесь Яндекс.Реклама, а Asus.Rog компьютер за 243 тысячи рублей рекламирует. Берем? Ну, да, так, 3 тысячи займем, а дальше нам хватит. Добавили новый режим Dark Mode, активируется в настройках, собственно, делает интерфейс темным. Да ладно? Из приятного, а если приятное для Александра, который на GeekTimes пишет, прямо здесь, в скобках, в настройках, можно изменить язык и локацию. Ух ты. Не знаю, зачем. Ну, в смысле, чтобы тебе выдавали видосы какой-нибудь в Саудовской Аравии. А, релевантный для Израиля. Вот смотри, как мы оба на Ближний Восток-то пошли. Что-то прямо у нас как-то арабская ночь. Также значительно поработали над дизайном каналов. И здесь дизайн каналов просто полный Google+. Огол. Ну, хотя функционал, он на самом деле, я так понимаю, сохранился, но мы сейчас посмотрим еще здесь, в прямом эфире. Я понимаю, конечно, что слушатели не будем было это воспринимать, да, на ювеб-дизайне. Но придется воспринимать. Много всяких пропусков, много white space. Это кто говорит? Я говорю. Ну, и он тоже говорит, он в конце скажет, что есть из неприятного. Как-то нерационально они использовали место. Много ненужных отступов, в целом весь UI стал просторнее и начал занимать больше места. Они отталкивались от того, что интернет он резиновый, место можно не экономить. Причем здесь в полном смысле резиновое, все это адаптивное, и все это скейлится туды-сюды. И как-то это небрежно. Я понимаю, что это и не релиз еще. Да, потому что я, так понимаю, ты колдовал, чтобы подрубить. Да, я прям куку подставлял, как будто я Тим Куку. Как будто ты Тим Куку подставлял. Нет, ему я, слава богу, не подставлял. Это не потребство бы уже было, а не Ютьюба. Ну да, много как-то громоздко выглядит. Я согласен, просто когда я раньше делал вот такие дизайны, типа все там, все плотненько, все друг рядом с другом и так далее. Вот у меня так же дерьмово выглядело. Чего-то не хватает, каких-то все равно. Вроде все нормально, а кажется, что пусто и хреново, и небрежно. Так вот, здесь есть три варианта, как это включить. Я использовал первый вариант, без всяких расширений, без говна. И вот вы можете видеть мой Ютьюб. Для этого нужно, кстати говоря, открывать DevTools, если вы вдруг слушаете подкаст и не умеете его открывать. F12. У тебя на Safari F12? Нет. Alt, Command, I, например. Опа. Ну, может быть, есть какое-то более, так сказать... Ну, подожди, окей. Для консоль, Alt, Command, C, можно сразу открыть консоль. Сразу консольку открываете. Да, там есть определенная команда, вставляете, подставляете себе куку. И, опять же, слева сайдбар, он, вот тот, который классический, главное в тренде подписки, он у тебя сейчас есть, и плейлисты. Он стал ширше. И как-то тоже все вот, ну, я не знаю, мне прям кажется, что вот эти отступы слишком они большие. Они, такое ощущение, что они хотят, чтобы я все это мог пальцем каждую тапнуть, потому что они все так идеально сделаны, что вот как раз под мой палец. Но под мышку довольно-таки громоздко это выглядит, но убирается так красивенькая анимация, прикольная. А я потом, давай, совет по, как по велосокому, как потом откатиться на прошлую iOS прошивку? В правом нижнем углу есть значок, причем, посмотри, по UX он очень крутой. Так. Там, где чувак вот так стремится в дверь бегом. Я просто сам подрубил у себя тоже. Вот, смотри, в правом нижнем углу вернуться к классическому дизайну. Это надо просто королировать до конца? Нет, у меня оно висит, как висяк. Просто в правом нижнем углу на любой странице у меня есть две иконки. Сейчас секу я обновлю. Да, вижу. А в натуре как в толчок стремится. Вот, вот, это круто. Ну и рядом, естественно, отправить отзыв, это фидбэк небольшой. Но, видишь, основное, это, конечно, вот в этом вот меню, которое, когда нажмешь на канал. В уведомлениях все классически, то есть есть какие-то уведомления. Добавить видео, я думаю, там сейчас будет. Да, тут страницы вообще как будто бы со старым дизайном. Выберите файлы для загрузки или перетащите их мыши. Посмотрите еще раз здесь блок классический, который вот нам тут предлагают. Рекомендованные, там, последняя публикованная. Ну, главное, она одинаковая. Если я нажму на подписки, то там у нас тоже, ну, стандартный грид с подписками. Или ты же любишь, да, этот вариант, когда не грид, а когда каждый видосик один под одним, чтобы можно было описание посмотреть. Построчно люблю. Не, знаешь, что хочу сказать? Вот, опять же, когда вот на этом новом дизайне построчно, то, твою мать, нахрен, на один экран два всего влазят. Ну, конечно, там третий подвлазивает, но это такое. Понимаешь, в чем дело? В том, что я вообще заметил, что у Гугла и у Ютьюба, в частности, у них есть некоторые страницы, вообще не сверстанные ни под какой дизайн, а просто там какая-то одна надпись текстом. Это ошибка, если, например, ошибочные страницы или какой-нибудь там загрузка, видоса, она все еще в 90-х годах осталась. Там, где много телеков, груды телеков. Да, да, да. В общем, короче, они, некоторые страницы, у них, видимо, отвечают другие люди, какие-то старики, которые говорят, нет, я не буду свою страницу адаптировать. Да, они, как в нашем прошлом подкасте, у них работает не трогай. У них все еще на IBM-ах 286-х эти страницы хостятся, и нормально. Так вот, давай посмотрим, вот то, что всплывает на канале. У нас-то на канале всплывает иногда. Да, у нас только и плавает, в принципе, не тонет ничего. Надо наш канал открыть или что-то смотришь. Нет, нет, я жму на иконочку справа, вот эту в углу, и вот выпадает вот это дерьмо там с настройками и так далее. Во-первых, там тоже есть снизу вернуться к классическому дизайну. Справка, отправить отзыв, все понятно. Безопасный режим какой-то, я его случайно включил. Все видео с возрастными... О, нет, я отключу его. Я все хочу, я хочу видеть все видео с возрастными ограничениями. Чтобы тебя там было. Только их и хочу видеть, да. И здесь, когда всплывает превьющика нашего канала, тут обложка теперь видна. Аватарка наша, сразу такой мини-хедер. Мой канал Творческая студия, сменить аккаунт. Здесь все аккаунты, которыми я владею. Да. Покупки. Что за покупки? Ну-ка, впрочется, покупки не найдены. Не знаю, какие покупки. Причем на странице, где покупки, там уже старый этот. Когда я жму, там, в принципе, весь старый интерфейс Ютьюба. Ну, по тебе. Там, видимо, старики все еще делали. Да, да, да. Да, давай зайдем на мой канал. И я на моем канале сделаю ночной режим вкл. В ночном режиме цветовая схема приложения меняется светлая на темную. Ночной режим будет включен только в этом браузере. То есть он под браузер. Если включаешь ночной режим, сразу Ютьюб гейминг полный становится. Там-то у них давно уже все такое разрежено. Там все черное. Они знают аудиторию. Да. И здесь у меня, когда я захожу на свой канал под собой, то есть не под подписчиками, а под собой, то здесь у меня есть две кнопки большие. Изменить вид страницы обзора и творческая студия. Ну, творческая студия, это понятно, туда уход, туда, куда мы не будем показывать. И изменить вид страницы обзора, это там добавить разные новые штуки, там, что один за одним. Когда я на нее жму, естественно, все в старый дизайн сразу показывается. То есть, ну, очевидно, что еще очень многое не доделано. Ну, в принципе, уже с этими куками можно оценить, как будет. Ну, и тут, конечно, все на полный экран, просто досвидос. Никакого уже вот этого классического сайтбара, в котором там похожие каналы. Вот этого всего уже нету. Вот я в видео зайду, ну-ка, в видео, как грит выглядит. Наверное, просто да, ну грит и грит. Тут причем еще сплющено, как говно, посмотри, это смешно просто. Так. Тут именно все картиночки, они с Esquimorphism полный. Здесь, кстати, прям можно увидеть, что некоторые видосы у нас доступны по ссылке, закрыты для всех, там, где мы там нас снимаем друг друга. Палё. О, чё, пальчик, почему палё? Все же их видели, в конце концов, мы просто их закрыли, чтобы они не болтались там ни у кого. Ну да, мы как-то много чести Ютубу уделяем. В смысле, ты хочешь с этой темой съехать уже? Ну, а ты что еще хотел там рассказывать? Да, как бы, кстати, графа канала есть. Там, где интересные каналы, похожие и так далее. Просто она делается там, на, так сказать, на вкладке канала отдельной. Обсуждение у нас там пишут, чё-то. Обсуждение скрыто, это как включен безопасный режим. С какого хрена, я же его выключил. Ты сейчас сентам это, выключишь нам всё? Нам не смогут писать кто-нибудь? Да нет, ну чё там, всё. Там год назад мы писали, и никто... Ничего, 8 месяцев назад. Но там это обсуждение, это общее обсуждение, так сказать, его, конечно, туда. Почти никто и ничего не пишет. Дата регистрации 15 февраля 2014 года. Мы, между прочим, просрали трёхлетний юбилей. Он был ровно неделю назад. Нихрена. Мы ровно неделю назад писали подкаст, но не сказали о том, что у нас был юбилей. Короче, был. Короче, слазим с этой темы, как сказал Никита. Язык русский, можно Россию ставить, вот это всё, настройки дополнительно. Короче говоря, ссылки. Ты посмотри, как кастрировано здесь выглядят ссылки. Как будто просто вот кто-то учился верстать, вот всё наверстал с гигантскими марджинами. Нет, оно может быть, конечно, и прикольно, но пока сыровато выглядит. Будем надеяться, что доработает. Я прям при всех нажму кнопочку. Вернуться к классическому режиму. Мне, кстати, заставляют сказать, почему. О, ну-ка напишешь им? Я напишу, что в новом интерфейсе сложно ориентироваться. И не буду даже оставлять никакой комментарий, просто отправить, нажму и всё. Представляешь, там чуваков уволят, как кинопоиск дерьмо сделали? Да и пошли они уже. Как бы, ну чё, чё делать-то? Вот так получилось. Чё, у нас дальше светские новости? Нет, у нас дальше... У нас дальше... Не то, что светские новости, у нас дальше бабич. О, и там причём со Smashing Magazine, Сань. А потом ещё моя тема ещё про сетки. Сань, ты... Какие светские новости тебе? У нас дизайн. Светские новости мы даже послезавтра-то не увидим. Вот именно. Ли прокомментировал. Это какой, Брюс Ли? Скорее всего, Стив Ли. Или как? Стэн Ли, твою мать. А, может быть, это это как её? Да, это это как её, всё верно. Нет, как эту зовут-то? Которая играет Уатсона. Люси Лью? Да, ну почти Лью. Люси Лью. Лью. Нет, скорее всего, это Лина Мороз. Короче, Ник Бабич докатился. А мы уже говорили, по-моему, что он докатился. Или я с тобой уже разговаривал, что он же на Smashing Magazine статьи пишет. Причём они спонсорят артикл. Да, и мы вот думали, что за спонсорят, какого хрена? Кто про кого проспонсировал? То ли Ник Бабич занёс бабки, чтобы про него на Smashing Magazine написали. То есть Smashing Magazine занесли Нику Бабичу бабки, чтобы он про них что-нибудь написал. То ли нам Smashing Magazine не занесли бабки, чтобы мы это прочитали сейчас всё дерьмо. Согласен, да. Но мы выяснили, что это Adobe UX Experience Designer. То есть? То есть это их программа-то новая, которая типа... Платят бабки, чтобы Бабич писал? Конкуренты скетчу. Они платят бабки, чтобы про них писали статьи про Adobe Experience Design. Ну это нормальная тема, бабки у них есть. Вот да, и Бабич это один из их прихвостней, который пишет. Вот дерьмо, ты слушай, это чё же, это же страшно. Я так понял. Возможно, что-то не так. Можете поправить меня в комментариях. В общем, мы ещё ни разу сегодня не говорили, пишите нам в комментариях. Вот пишите нам в комментариях, вдруг мы не проводим. Если вы прихвостень, особенно. Так вот, да. И нам Ник Бабич прям говорит, вот если вы подумаете о том, что самые успешные дизайны взаимодействия последних лет, это те, которые предлагают хорошую функциональность. То есть вот когда просто всё там вылетает, пукает. Дышит. Да, это мало кого возбуждает. А вот когда это всё реально функциональностью какой-то обогащено. Функционально пукает? Да. То это возбуждает. Это прям сразу у всех привстаёт. Для мужиков всё. Для мужиков. Для мужиков. Так вот, и функциональный аспект дизайна – это ключевое вообще для успеха какого-нибудь продукта. А эстетика и визуальные детали, они на самом деле, конечно, важны. Но вот… В смысле, функционализм? Бабич говорит про функционализм. Да, да. Представь себе, он говорит про функционализм. Но он сейчас будет нам рассказывать, как добиться функционализма с помощью эстетики. Но я так понимаю, у него через каждую фразу будет «А, Адоби!», «А, Адоби!». Кстати, нет. Вот у него вторым абзацем это всё написано. В сегодняшней статье я расскажу, как визуальные элементы, такие как тени или эффект блюра, могут улучшить функциональные элементы дизайна. Если вы хотите попробовать добавлять такие элементы к своим дизайнам, можете загрузить и протестировать «Адоби Экспириенс Дизайн» бесплатно. For free? Да. Ну, как обычно, 30 дней бесплатно. И просто начать прям сходу. Right away. Ну, давай, послушаем. Всё. И больше про «Адоби Экспириенс Дизайн» даже слова не будет. На самом деле. Мало проплатили. Как-то… Ну, они, видимо, сделали, чтобы не нарочито было и демократично. И не надрочито. Опять же, для мужиков. Ощущая теньки и доступность и, так сказать, discoverability. Блин. Это прям изучаемость, исследуемость. Открываемость, первооткрываемость. Ух ты. Короче говоря, чтобы был понятен юзер-интерфейс с первого взгляда. Вот так я вам скажу своими словами, потому что я смысл-то понимаю. Хотя кажется, что и нет. Так вот, теньки. Теньки – это визуальные подсказки. Кьюс. Клюс, наверное, он хотел сказать. Клю – подсказка. Кью – это этот… Запрос. Куэри – запрос. А кью – это биток в бильярде. Хорошо. Белый шар. Знаешь, почему биток? Потому что на него по нему бьют. Да, ни хрена, да. Я думал, потому что… Хорошо вообще. Так вот, гуёвые дизайнеры. Есть причина, по которой гуёвые дизайнеры используют теньки. Потому что теньки создают визуальные подсказки. Под кавки. Как кавки ещё они создают визуальные. Которые говорят человеческим мозгам, какие юзер-интерфейсные элементы они видят перед собой. Так. Давай сразу лирическое отступление. Все мы играли с тобой. Все мы играли с тобой. Понял, да? В ДОС-игры старые. Конечно. Особенно в квесты. Особенно. Типа легенду Кирандии. Да. Помнишь, все предметы, которые визуально немножечко выпуклые, ты понимаешь, что их можно взять или с ними повзаимодействовать. Которые с фона немножечко выдаются. Ну, это и был тот самый пиксель-хантинг. Это был Альберт Эйнштейн. Да, да. Нет, там не только пиксель-хантинг, но некоторые прям видны были, что палка лежит и ее можно прям взять. Так это еще и в Петьке Василий Ивановича видно было. Ну, конечно, я и говорю квесты. Вот как ты думаешь, они этого добились? Теньки там были, понял? Но я не уверен, что это хорошо, потому что легко было играть из-за этого. Ну, да, но если бы этого не было, вообще было бы невозможно играть. Согласен. Я думаю, что это вот только мы такие прозорливые и это понимали и видели. Напиши, поставь лайк, если ты тоже все понимал и видел. Ну, если нет, то все остальные дауниты сахромосомасы, потому что у меня нет вариантов. Ну, вот да. Ну, и что Бабич предлагает? И он и говорит, что это и есть доступность дизайна. И она должна быть, и она важна. И он и говорит, видите, со старых времен вообще графических интерфейсов на экранах были теньки, чтобы помочь пользователям понять, что использовать как интерфейс. Изображения, элементы с теньками, они немножечко выдавались на странице и давали пользователям какое-то ощущение, что с ними можно было физически как-то повзаимодействовать. Я сейчас показываю, как я трогаю воображаемую грудь. Я видел. Женскую. Да. Подкаст-то для мужиков. Суть-то в том, что здесь есть скриншот, типа Welcome to Windows NT. Да. И там скриншотик. И знаешь что, короче, когда опять же в Delphi, вернемся к Delphi. Так, так, наш любимый вброс про Delphi. Это да. Я не могу без этого. Моя любимая просто система, в которой можно... Кстати, это объектно-ориентированное программирование было? Ну, там были классы, да. Т-баттен. Но, тем не менее, не про это, а про то, что там была визуальная часть, в которой можно было кнопочки накидывать. Так. И там, если ты делаешь, типа, как же, отключаешь у кнопки хрень всю, чтобы она вообще была, ну, неактивна, у нее все убирается, все теньки, хрененьки, надписи. Конечно. Потому что она же уже неактивна. И она вдавленная, такая надпись остается. Ты как бы видишь, что там close, но как бы не close. Да, и здесь поэтому две точечки в его списке, в его unordered листе. Что элементы, которые кажутся приподнятыми, означают, что на них можно нажать. А элементы, которые утоплены, означают, что в них можно что-то вписать. Утопцы. Это хорошо. А в третьем Ведьмаке есть утопцы? Есть. Ну, все. Инфа сотка. Я помню, что в первом и втором они были. Были еще улучшены утопцы плавуны. Ладно, не будем. Ах, утопцы какие. Да. Короче говоря, здесь пример Windows 2000. 2000, я бы даже сказал. Так. В которой реально все кнопки выпуклые. Прям. И вот когда Welcome в панели, как это называется-то, в панели задач, нижнее дерьмо или как? Да, конечно, панель задач. Вот в панели задач вкладка активная, утопленная, потому что она уже выбрана, как бы. Так вот, мы можем создать визуальную иерархию и ощущение глубины с помощью движения по оси Z. Даже не уходя обратно в дебри 2000-х годов. Нет. Ну? Я просто хотел сказать, что гении создавали Windows UI. Таких людей уже нет. Это гении. Вообще. Я согласен. Просто. Смотрите, наш предыдущий подкаст работает, не трогай. Мы там говорим о гениях, о старых компьютерах, о том, как они работают вообще. Там круто прям. Заглавная темка стоит того. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. По оси Z, если двигаться, расшаривайте в соцсетях, то видно, что мы приподнимая кнопку, у него тенька увеличивается, но законы физики так работают. Поэтому, собственно, нам это интуитивно понятно, потому что законы физики, они как это, как законы Ома. Еще не знакомы нам? Да, именно это. Если мы на 6 DP, на 6 double penetration приподнимаем кнопку выше, то у нее сразу тенька сильно улучшается в материал дизайне. И answer is simple, loss of physics, как я уже и сказал. Поэтому, говорит, давайте прямо на любой вот макап посмотрим с материального дизайна. И здесь вот классическое с floating action button, желтеньким. Видно же, говорит, что он прям выдается, что на него можно нажать, потому что у него большая здоровая тень. И вопросов уже не остается. И говорит, давайте мой визуальный фидбэк не только тенями, но еще и визуальным этим приподниманием, так сказать, покажем. И будем реально двигать вот эти на DP вверх. И будет видно, что то, что выше, оно важнее. Здесь не только тенька у него увеличивается, а я так понимаю, у него еще и размер чуть-чуть увеличивается, потому что он ближе к нам находится. Не, базара нет, это все работает. Просто, короче, как обычно, вот эта кнопка желтая, ее как обычно не найдешь, если ты не на телефоне, а в Google Doc'а где-нибудь смотришь. И она классическая, ты про нее забываешь, что внизу, справа, внизу у тебя есть большая кнопка. Нет, это просто недостаточно о Google Boy еще. Не, я Google Boy уже. Но просто вот если ты первый раз зашел, не найдешь. Согласен, я уже тысячный раз захожу, все равно не нахожусь. Вот именно. С каких пор ты Google Boy уже? Ну, я сколько работал в Google Doc'ах, я уже привык, что вот там точно будет кнопочка. Ну, круто, круто. Блюр-эффекты. Да подожди ты, блюр-эффекты. Кнопки, кнопки, кнопки. Если кнопки приподняты, значит, их можно нажать. Да, это да. И сразу несколько вариантов. Как они сильно приподняты, не сильно зафокусены, нажаты, нормал. Все состояния можно симулировать с помощью приподнятости разных. Так что дерзайте. Это прям вот использование теней для функционализма. Функционализмус. Тупизмус. Хорошо. Блюр-эффекты. Да, следующее. Первый аспект блюр-эффекты для мобильных приложений. И Ник Бабич, он восхищается iOS-енькой восьмой. Он, говорит, прям задрало планку для дизайна приложения, особенно когда вот все эти эффекты экранные. Например, говорит, вот это вот блюр, когда ты центр, контрол-центр свайпнул снизу вверх, он у тебя перекрыл все, а сзади все заблюрилось нахрен. Ну, хотя казалось бы, что здесь такого, да? А то, что заблюрилось, оно больше нам не важно. И оно уже не так мелькает у нас перед глазами. Нас фокусирует только на контрол-центр. Я к тому, что и ты такое мог придумать. Ну, блин, слушай, все мы все могли придумать. Мы и героин с тобой могли придумать. Но что-то не придумали, понимаешь? Запрещенное, естественно, вещество к распространению и хранению Российской Федерации. Тут забанят нас сейчас нахрен. Кто-нибудь впарит нас, какие-нибудь завистники. Наверняка у нас с тобой есть завистники. Как думаешь? Я сомневаюсь. Вообще, кто-то слушает это. Отзовитесь там в комментариях. Apple пошли еще дальше. По Филу Шиллеру. Нас постоянно спрашивают, что это за меня. Здесь просто Apple moved further. Вот. Вот его. Так. Apple пошли дальше в этом направлении, конечно, но все равно. И в последней версии iOS'ники они используют 3D Touch. Ну, а хренеть теперь. И там еще блюрят блюрии мои. То есть, когда уже ты даже в Control Center сильно жмешь, например, на фонарик, чтобы его яркость сменить. А чтобы ты понимал, в 3D Touch телефонах можно яркость фонарика менять. Я об этом узнал только сейчас из этого скринжа. Я хочу новый телефон себе уже. В смысле? То есть, на 7-ке? Shut up and take my money полный. Да. Даже на 6-ке. Да? Да. То есть, можно играться с фонариком. Да, представь себе. Можно делать low light, bright light. И этим самым передавать соцсигналы какие-нибудь. От соцсигналы, возможно. Слушай, можно дискотеку устраивать. Дискотеку полную, да. Можно вон таймер сразу, не заходя в таймер, на минуту поставить. На 5, на 20, на час. Так там что-то уже машина. Нет, 3D Touch это реально круто. Я постоянно, когда у батя телефон беру, теперь пробую всякое. Он, причем, сам не знал. Полгода пользуется. И не знал, что можно на ВК долго нажать и сообщение сразу написать, кому-нибудь не заходя. Но он в шарики зато играет. Согласен. Тут как бы не поспоришь. Он по назначению телефон использует. Техника блюров для современных интерфейсов мобильных. Смотри, про мобайл все. Ты как любишь спросить у Бабича, а что мобайл? Вот тебе мобайл. И погода. Яхо, опять же, мой батя так любит эту погоду. Каждый раз все по ней. Мне только смотрят, показывают, как у него там ветряки крутятся. Там ветряки, ветряки, да. Влажность по часам прям. Утром влажность какая, днем, вечером. И там, когда ты снизу скролишь, то картиночка, которая сзади. А там, если какой-нибудь не попсовый город, там не Челябинск, у которого облачка все время. Хотя иногда фоточки Челябинска тоже бывают, с фликера ловятся. Так. А какая-нибудь Москва, там постоянно фоточки Москвы той погоды, которая сейчас есть. Не знаю. Это дождливая Москва, дождливый Питер. Ну, то есть просто Питер. Просто Бабич, он не палится, он Исламабад открыл. Ну, он да. А не Питер. Он как-то, согласен, а он-то прям мог спалиться весь Питер именно. Так вот, и картиночка с Питером, она приблюренная чуть-чуть будет. И как бы мы, чтобы мы помнили, что мы про Питер смотрим. Потому что, в принципе, мы, если питерцы, мы понимаем, что там Исаакиевский сзади, который надо не отдать РПЦ. Да, и на него идет дождь 100%. Да-да-да. И мы как бы, смотря на погоду, мы такие, блин, блин, а какой мы город смотрим? Нет, чтобы вверх посмотреть, где написано Питер. Точнее, Исламабад. Мы будем подглядывать, что там Исаакиевский собор, и все нормально. Направлять внимание пользователей. Здесь, опять же, 3D Touch вспоминается, что этот блюр, он еще нужен. Ну, собственно, он и там об этом сказал. Короче, чтобы мы прям точно знали, на чем сфокусировать внимание. Но здесь почему 3D Touch, потому что в Твитботе, а есть такое платное приложение для Твиттера. Как Витлератор. Да. Все время тоже его вспоминаю, в Твиттилатор. Так вот, там внутри самого приложения есть блюр. Когда ты, например, подсвечиваешь какого-нибудь чувака, тебе, хоп, его профиль показывают. Ну, там, слушай. Остальное заблюривается. Блин. Или какую-нибудь, это, там, страницу ты открываешь, там, ссылка, там, на rt.com, например. Опа, пропаганда вам немножечко в ленту. То сразу заблюривается дерьмо сзади в Твиттере. А вот открывается страница. То есть Твитбот, они не постеснялись это использовать даже в собственном приложении. Не говоря уже о том, что вон с 3D Touch тоже в Твитботе сразу можно show activity, tweet, last photo, tweet. Так. Make our late text liable. Короче говоря, чтобы текст, который поверх, нормально читался, надо заблюрить задник. Легибли. Легибли полный. Давай, я сейчас прямо это. Правильно читается легибли. Как у немцев, как читается, так и пишется. Я сейчас попробую на полную громкость. Легибл. Второй раз почему-то медленно не читает Google переводчик. Это только русский он читает медленно. Разборчивый. 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 Ну ладно. Я не знаю, слышно ли было в микрофон или нет. У нас здесь все-таки большой шумовой гейт. И микрофон не направлен в сторону моего ноутбука. Но неважно. В общем, мы запускали там... Хорошо, что у нас небольшой шумовой гей. Он маленький у нас, да. Но тут чуть-чуть есть присутствует немножко гей шумовой. Ну и он шумит тут что-то постоянно. Мы как-то его утихомириваем перед подкастом. Но так да. Короче говоря, это и так понятно. Хотите, чтобы ваш заголовок выглядел нормально, заблюрите все дерьмо за ним. Это функциональности вашему заголовку давает. А то его никто не прочитает ни хрена. Блюр эффекты в веб-дизайне. Смотри, он даже до веб-дизайна дошел. С мобил-то. Красавец. Декоративный бэкграунд. Это вот Исаакиевский собор заблюрит сзади. Все будут понимать, что это он, но еще и будут видеть заголовочек напереди. Да, у него здесь пример, причем не Исаакиевский собор, а там именно по Америке одноэтажные какие-то здания. Там фармы, фермы. Да. Трелес фермы. Family-owned farm and garden store. Да. Я не знаю, рекламирует он это или не рекламирует. Но это было бы прикольно, если бы ему еще ферма такая занесла бабки. Не только я добычу. Уже охренел бы. Вот да. Прогрессивная подгрузка изображений. Это к вопросу, как мы в веб-дизайне можем блюр использовать. Первое, это блюрить картинки, чтобы они нормально выглядели, тексты на их фоне. И в том числе, сам смысл картинок тоже оставался. Прогрессив имидж лоудинг мы все видели на медиуме. Пока ты там скроллишь, сначала изображение заблюренное, а потом хоп, четкий. Этот блюр нам нужен, чтобы мы не замечали, что изображения, они на самом деле подгружаются. Ну это лейзи лоудинг. Лейзи лодинг. Да, так и есть. Так вот, как на самом деле реализовано, берется thumbnail 10 на 10, и поверх него блюр кидается, а когда основное загрузится, уже основное подсовывается. Ну да. Здесь большое количество библиотек, в том числе на таком ресурсе uvdesign.ru выкладывалось несколько, можете просто в поиск зайти, лейзи ло отвести. И видеть. Например, с помощью блюра можно затестить визуальную иерархию на странице. Вы, говорит, возьмите, заскриншотите свой сайт, 5-10 пикселей гауссовый блюр в фотошопы накиньте, и посмотрите, вот как слепые видят ваш сайт, замылено. И будет ли вам все еще понятно, что жать, где главный заголовок и так далее. Ну блин, что да. В принципе, крутой тест, на самом деле. Делают вещи, да. И вот он протестировал сайт MailChimp. Не знаю, занесли они ему опять же или нет. Мы везде теперь видим деньги, как мошков. Так вот. Только заблюренные мы их видим. Да, да, да. Вот MailChimp прошел тест Бабича блюровый. Ну красавцы. Согласен. А вот дальше идет, когда блюр эффект может вызвать проблемы. А и такие бывают. Более рези с женой проблемы. Если его сильно много использовать в мобильных приложениях, ну я сразу хотел об этом сказать, если его делать прямо на лету с помощью JavaScript или CSS блюра, он на ресурсы, прямо так скажу я вам это, слаб. Конечно. Как на передок. Конечно, у тебя все еще лагать будет. Да, да, да. Еще и блюр. 60 FPS можете попрощаться, это прям тяжело. То есть вот, например, если вы хотите именно с точки зрения дизайна использовать заблюренные изображения, как вот ферма, вы заблюрите его в Photoshop и такой прям поставьте. Согласен. Это прям вообще лучше будет, чтобы не загружать вообще CPU, GPU, memory и power usage полный. Иногда текст Redability только падает от блюра. Здесь прям пример серого текста в Google Wallet. Казалось бы, Google Wallet солидные ребята, а серый текст на серой картинке заблюренные. Кроме этого, надо сказать, что они очень тонкие шрифты используют. Ну да, согласен. И на блюре это все там до свидания. Его блюр, как толстая баба худого мужика, сжирает вот так. Да, там даже суешь, и не видно, и не чувствуешь, суешь там или не суешь. Для мужиков. С 21 февраля. Да. Блюр эффект в контент-хэви страницах, там прям куча тоже текста, тонким шрифтом, прям на блюре. Уже не читабельно. Блюр лучше делать на фоне какого-то одного заголовка или там одной дополнительной другой картинки. Вот как в iTunes. Блюр на фоне обложечки с боков. И как бы оно продолжает эту обложечку визуально, и прям прикольно получается. Как меч продолжения руки. Да, да, именно так. Дальше Бабич нам предлагает 4 ресурса и туториала, которые можно почитать, например, Adobe, 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 Adobe. А, ты имеешь в виду нигде больше? Adobe только одну, конечно, здесь он ссылку прикладывает. Но, возможно, остальные люди, это тоже проплаченные Adobe статьи разные. Это эти, прихвостни его. Да, да, да. Представляешь, какие хвосты у прихвостней, если у Adobe в форме кисточек? Представляешь, если бы они были не прихвостни, а прехвостни. При в русском языке означает принадлежность, а пре означает усиление. Вот ты приехал с ней, это прям хвосты, так хвосты прям, блядь, я такие хвосты, я прям не могу. Ну и что конклюжен-то у Бабича-то? Конклюжен такие, тени и блюр-эффекты, они нам предлагают визуальные подсказки, позволяют пользователям лучше ориентироваться и легче понимать интерфейс и все, что происходит. Поэтому, в принципе, это тени и блюр – это мостик между пользователем и дизайнером. Понял, да? И дальше вот это вот окошечко, что это статья, часть спонсорских статей от Adobe про UX-дизайн, чтобы пропиарить свой экспириенс-дизайн приложение. Не, ну он красавец, он признается, честно. Или не он, может быть, это… Я думаю, это уже от редакторов. Да. Он бы, может быть, и не признал, но он, в принципе, красавец. Чего говорить-то? Он же на Smash & Magazine пишет. Это, в принципе, уже апогей. Дальше некуда уже. Да. Дальше уже только просто работать. Пойти работать. Просто, чтобы ему заказы делали, там, какие-нибудь Starbucks на дизайн нового приложения. Согласен. Потому что все же мы это делаем, чтобы нам потом просто позвонили и сказали, чуваки, можете на WordPress сайт сделать? А мы такие, да, ewebdesign.ru slash contact пишите. Любые ваши WordPress-проблемы, кстати, решим, все сделаем, верстаем, там, все, что кого-то. Ноль комментариев, что, кого? Где это, что? У Бабича ноль комментариев. А, ну, потому что спонсор Татикл. Я думаю, хардкорные пользователи Smash &… Вообще, давай так. Я же все время говорил, что у них вообще комментариев почти нет. Ну, во-первых, это самая последняя статья, которая на Smash & Magazine. Свежак. Давай я дам им фору. 14 февраля. Казима Мьельке. Free fonts. With personality and style. Тут уже, казалось бы, бесплатные шрифты, да. А, сейчас скажу, сколько комментариев. Ну-ка-си-ка. О-о-ох ты. Прям, слушай, как-то мне даже, я хочу радеть за наш сайт, где у нас даже уже почти к каждому говну по два комментария. Возможно, Smash & Magazine скатился. Хотя они никогда вот не славились комментариями. Да, согласен. Это тебе не Reddit. Да. Но… А не Hubbard даже. Фух, кого там. Даже не Geek Times, где хотя бы по 20 комментариев-то есть у топовых новостей от Банданыча. Да, там надвоивают. Ну, давай надвоивают. Блин, отлично. Закроем сейчас прям как дверью, красивой дверью дизайн. Введение в систему… Час ты уже прошел в дизайн. Да, час прошел, поэтому сейчас я закрою вообще очень быстро. Введение в систему 8-поинт сеток. Утканавт нам ее прокомментировал, 18-го еще числа. Спасибо, Утканавт. Да. Блин, я дурак. Восьмиточечных сеточек. Ссылку на ссылку открыл опять заново. Как, собственно, у нас всегда на сайте есть, так что… И компания Everyday Tools, они написали у себя в блоге Хабровском… Ну-ка, сколько комментариев сразу? Грет, это… 22, опять же. Вот я 22 сказал про Geek Times, а вот и на Хабре тоже 22. Ладно, не перебиваю. Грет, это… Знаете же, есть такая тема – сетка. Угу. И вот есть сетка горизонтальная, вертикальная. Сетка имеется в виду в дизайне. Не та, которая сетка вам мама йодом мажет на спине. И не та, которая москитную на окно надо успеть натянуть весной, пока мухи не проснулись. Да. А сеточка именно в дизайне. Именно когда вы верстаете сайт, сетка может быть вертикальная, горизонтальная. Вертикальная, она… Точнее, горизонтальная в основном для контента, для любого. Да. Горизонтальная она именно для блоков, таких как бы текста. Ну да, там сайтбар, контент, вот это все. То есть то, что вы привыкли на 12 колонок Или на 9, или на сколько вы там делаете Делить Да, и вот тот чувак, который написал А я так понимаю, это все-таки не перевод Ну-ка я сейчас гляну Перевод, перевод, к сожалению Да, это перевод чувака И он говорит, что я вот когда задумался Про вот эти просетки Я начал рыть рогом А какие вообще используют сетки? И вообще нужно ли использовать сетки? И он нагуглил у чувака Брина Джексона некого Что вот 8-point grid Это тема Что это тренд Это топчик Почему 8-point grid это топчик? Вообще В принципе Можно же просто использовать какой-нибудь Какой-нибудь фреймворк Типа бутстрапа И не париться В принципе там все есть Ты чисто верстаешь, как верстается По их гридам и не паришься Но там нет вот этого соблюдения Конкретно Так скажем, размеров Между всем и всем Там просто все вот Просто как бы Как же это называется? Произвольно Произвольные числовые значения для размеров И расстояний Используются Между элементами Между Внутри там В тексте Везде все Поэтому Поэтому Все это очень кажется Сверстно Но сверстно Так скажем Не так Bulletproof Для глаза То есть когда человек Смотрит У него нет ощущения Вот стопроцентности Какой-то Когда у тебя все сверстно Именно по определенной сетке Именно сетки Оно защелкивается Оно защелкивается Ты смотришь И у тебя вообще вопросов не возникает Тебе прям все нравится Сразу Да А почему опять же Есть обоснования Я сейчас дальше скажу еще Что Если вы вообще не будете Использовать такое дерьмо Если вы вообще будете Верстать без гряда То возможно Ваш логотип Который допустим Делали одни дизайнеры Потом его верстали программисты Или допустим У вас несколько организаций Есть филиалы Люди по разному верстают Короче все это будет Абсолютно не Консистенси Ну да У вас это будет Все Так Все как-то неровно Все постоянно Эти не так сделали Эти не так Стайл гайды конечно Есть некие Но Все это вот Как каждый понял А вот когда у вас есть Грид Когда у вас Причем есть грид Именно Эйтпоинтовая Я дальше скажу Почему именно Восемь точечек Используется То все-таки Люди это соблюдают И это проще Даже для программистов Понять Когда у них Всегда Есть вот Гридовое такое Как бы мышление Они понимают Сколько отступить А здесь предлагается Именно восемь Эйтпоинтов Думать Восьмипоинтовыми Хренями То короче Да Программисты даже Легче Воспринимают Информацию Как куда расположить Как чё кого Так вот Почему же все-таки Восемь Можно использовать Ну-ка Восемь Грид Это круть Потому что Как минимум Восемь Это четное число Если вы используете Нечетное число Типа пять Файвпоинт Например То в каких-то Разрешениях экранов Придется Где-нибудь Поделить Например Чтобы у вас было Полтора Умножить На полтора Расстояние Между Этим Согласен Между элементами Ты только думаешь Блин Как пять Это семь с половиной Это значит Надо пиксель Делить на два Это короче Ну вообще говно Получается Отвратительно Ты мне сейчас Описал Восемь Ты имеешь Ну конечно Семьсот Восемь На восемь Разделю Давай Делится нацело Охренеть Девяносто шесть Да А когда ты начинаешь Выеживаться Десяточку использовать Десять поинт Или шесть поинт И тысяча восемь Тоже делится Сто тридцать пять Вот Нихрена Можно жить Короче говоря Если думать Эйтпоинтами То есть не обязательно Что у вас От всего будет Эйтпоинт Расстояние Отступа Понятно что Шестнадцать Тридцать два Просто ты думаешь С шагом восемь Вот То у тебя вообще Абсолютно идеальная Сетка получается Поэтому господа Задумайтесь И этот чувак Он прикладывает Здесь несколько ссылок С чего же начать С чего же начать Верстать Эйтпоинт с сеточкой Можете воспользоваться Посмотреть Обязательно И вот такая тема Об этом Просто самое главное Что Ты рассказал Или я прослушал Ну-ка Вроде не послушал Что в тетрадке Одна клеточка была Восемь точечек А ну и да Это да Одна клеточка Именно поэтому Все мы Уже с детства Привыкли к этому К вой Эйтпоинт гряду Нас приучали да И не только мы В тетрадках В клеточку Уже хэ сколько лет Пишут А я не знаю Это только в России Или это Да ну нет конечно Ты чё Не ну вдруг Они там Ещё Эйнштейн Я думаю даже Ньютон Ещё в тетрадках В клеточку писал Этим мальчиком был Конечно Альберт И поэтому Мы просто в принципе Привыкли по клеточкам Кроссворды решать Например Короче ставь Короче ставь лайк Обвалилась Короче ставь лайк Если верстаешь Эйтпоинт сеткой Или задумываешься Об этом хотя бы Хотя бы да Хотя бы вдруг Ты осознанный Пользователь сеток Пока Хотя бы да Следующее Светские новости Начинаются Да уже из блока Светских новостей У нас сегодня Такой краткий Обзор сайта Вот не с хрена Да да Наш знакомый Старый знакомый Говорит это Чуваки Вот есть сайт Я говорит Сильно люблю музыку Электронную слушать И сайт прям прикольный У него нововведение Сам сайт Это по себе Ну сайт и сайт Хотя И давно уже он им пользуется Он говорит лет 5-7 Да Сайт Clubtone.net Он кстати говоря Сверстан Адаптивно Можете прям Прочекать Я сейчас вот понял Что ну как бы Адаптивно в меру Так скажем Ну вот да Но мера есть И это хорошо А самое главное Что Ну конечно Пользовательский агент iPhone Пацаны Будет что-нибудь Меняться или нет Если вы короче Будете находиться Не на главной Ты сейчас там Так не сделаешь Чтобы у нас записалась музыка А то у нас забанят Нахрен на ютубе Не-не Вот ты заходишь Вот ты сейчас на главной Видишь довольное лицо Тиеста Вижу Просто слушайте Слушатели просто представьте Можно зайти в раздел музыка Да Можно Зашел Вот зайди в music К нему Просто в музыку Нет Причем если это Тиест Не так просто Не сбил стол Зашел в музыку И Давай в breaks Сейчас ничего никуда Ну не важно Похрену Давай хорошо Breaks так breaks Я тоже зайду в breaks Так И здесь Вспомни как ты В контре управляешь Своим персонажем В игре Counter-Strike В ASD В ASD И ты можешь нажать сейчас Допустим Д типа вправо И у тебя Тарканчик заиграет Ни хрена мне не играет Что ты охранил что ли Может быть на Сафаре Может флэш у тебя Надо включить Сейчас попробую Ну не флэш конечно Не-не Заиграл Просто что-то не загрузилось Нормально все Без флэша Все Д нажал Еще раз Д нажми Следующий будет А если А нажмешь Будет предыдущий трек Вау А просто вниз А В А вниз будет пауза А снова вниз будет play А В ты отдельную страницу Откроешь Ни хрена то Непонятно на хрена то У меня В не работает Видимо чтобы поделиться Тарканчиком А нет В работает Только если трек играет Да Видимо чтобы поделиться Тарканчиком Угу И ты хоп Отдельный Отдельную страницу Отдельный щит Открываешь Угу Вкладочку Если зарегистрироваться Можно скачивать На F кстати Можно что-то еще творить F это просто Это Фокус Да Сфокуситься на том треке Который играет Блин Короче говоря В SD и F Вот такой вот функционал Введен на сайте Для диджеев Круть Круть Согласись Я прям полностью соглашаюсь С тобой Казалось бы Какой-то Хэ пойми какой сайт Для диджеев Угу А что творят Юзабилити А вообще Полное юзабилити Сделали что можно Кнопочками что-то делать У них можно обои скачивать И там классические обои Вот эти Из девяностых Чтоб реально диджеи Все поставили Что ты начал Здесь есть у некоторых треков Пометка эксклюзив Например Отлично Их еще добавил Гога Стэнли Теннесси И так далее Мне кстати наш знакомый Вот этот Который этим занимается Звонит Он мне звонит Я прям даже на паузу поставлю Давай Пол первого ночи Я сейчас здесь маркер сделаю Чтобы вырезать этот кусок Нахрен И дальше просто восторгаться Продолжать А ты то есть не стопал Стопал Просто Понимаешь Когда ты делаешь стоп Потом в скринфлоу Ты этот стоп еще Хрен найдешь Согласен Я так знаешь Сколько стопов терял уже Где-то мы пердели Рыгали Я потом забывал Это вырезать Для мужиков подкаст Короче Clubtone.net Пример хорошего Использования Я просто помню Я просто помню Я просто помню Что он мне показывал Что где-то здесь Прям всплывающее Есть дерьмо Что в АСД Ты не видел? Есть Где? И оно находится На главной Прям вот в мюзике Если ты в мюзике находишься Ага Вот То ты немножко Проскралируй И там вот за этими Огромными списками Топов Чартов Там будет небольшая Картиночка Что можно сделать Ну только ты не выеживайся Справа Сильно ты не скралируй У меня нету Может быть надо Да У меня На моем разрешении Она пропадает Я сейчас сделал Command минус Так сказать масштаб И там да Есть Есть Между прочим Там справа пишут Последний комментарий Ой-ой Молодость Вспомнил Good job Меньше чем ты Good job loves Да Дроп и правда Хорош На текст на фоне Совсем ни о чем То есть тут живое Комьюнити И это прямо Они каждую минуту Практически пишут Если посмотреть Даты комментариев И это все выглядит Как комментарий На саундклауде Когда любят Дом Сик Вау Вот это вот все В общем вот такое Вот небольшое Мы вам открытие сделали Я думаю что мало Кто знал про этот сайт Скорее всего Пишите нам в комментариях Да нет У меня вот например Двое друзей подписано Ну один наш знакомый И один мой одногруппник По магистратуре Отлично У тебя есть Там есть же Клаб У меня только Один наш знакомый Который тебе звонил Понятно Короче говоря Это круто Пишите где еще Можно такое применить На каких саотецких А мы переходим К саотецкому Под названием Ну типа Роемру Да Но как бы это Я хотел сказать Что к саотецкому И ВК И сразу несколько Саотецких у нас Да у нас здесь в принципе Саотецкий про саотецкие Новость В светских новостях Господа Михаил Чернышев Видимо известный В узких кругах А может быть даже И в широких Это директор По маркетингу Вконтакте Он ушел из компании Маркетинг 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 Директор По маркетингу Ну нет По английски Маркетинг А по русски Маркетинг Хотя опять же Я говорю Каждый раз Каждый раз поправляют Я вот как только не скажу В приличном обществе Мне говорят Маркетинг Чувак Но это они выпендриваются Просто Как амперсенд И амперсанд Вот Директор по маркетингу Михаил Чернышев Ушел С поста Вообще Директора по маркетингу Вконтакте И пошел Пошел на Додо Пиццу работать С аналогичной должностью Или уборщиком Точно с аналогичной Не ну Если бы он дженитар был Это до свидания Не не Конечно же с аналогичной Но в сеть пиццерии Додо Пицца Не то что он там Пиццу начал делать Господа Не поваром А че Че Додо Пиццы Такие крутые что ли Я не понимаю Просто Я помню Ты мне недавно Про них рассказал Ну как недавно Полтора-два года назад Как просто Как шашлайка Это ладно Но я вот заказывал недавно И в принципе Пицца вкусная Но это ты мне говорил Что ты заказывал Но я не знаю Как они собираются Там что-то мутить То есть у них В принципе Все такое Ну Обычное Я бы не сказал Что они как-то выделяются Как Бургер Кинг Про который мы поговорим То есть у них Именно вот Макетинга Как такового Ну как бы есть Но как бы не особо много Но возможно Михаил Чернышев Сейчас поднимет с колен Наверняка Вконтакте Он тоже поднимал С колен Каким-то образом Еще Мне кажется Он уже из новой команды Так сказать Еще с октября 2015 Да Он уже опускал На колени Поэтому Ты думаешь Ну они же там теперь У них реклама В аудиозаписях То есть Макетингом Сделано все Я не хочу Это комментировать Я его работы На Вконтакте Недоволен И кстати говоря Он раньше был Заведовал Йотой Тоже директором По макетингу Да А еще до этого Он 10 лет впахал В теле 2 То есть Это к слову о том Что некоторые люди Хотят сразу быть гениями И богами Чувак до этого В теле 2 хреначил Причем там тоже Не сказано И кем Там возможно Он мобилы продавал И симки Короче говоря Вот так вот Вот такие вот Движения А мы переходим К следующей новости Которая звучит Как селебрити Она у меня записана Так Интересно уже Интересно А какой селебрити Нерон Инсомниус Нам предлагает В рекламе Бургер Кинг Использовали образ Жертвы изнасилования Вот нам кто-то писал Как-то раз Типа Блин чуваки Уже там Выбирайте свои темы Тоже А то как будто Вы типа разучитесь Выбирать темы Вот Не совру Треть сегодняшних тем Которые нам предложили люди Я Вот все что вы нам предлагаете Я смотрю Только перед самым подкастом Не думайте Что я всю неделю Читаю все Чего вы предлагаете Хотя стоило бы Но это моя промашка Я может быть Не должен был вам признаваться Я на самом деле Люблю ваши комментарии Я их в почте еще читаю Но потом забываю сразу же Оп А еще одна неудачная Правда Так вот И я вот эту тему Тоже подготовил Так А ее нам Нерон Инсомниус Предложил То есть совпадает Да То есть есть Как минимум 30% тем Вот этого подкаста Они совпадают То что я сам нашел И то что вы нам предложили И как бы вот Нам пришлось Так сказать это Включить Сказать что вы нам предложили Хотя по факту Мы и так бы это рассмотрели Даже если бы нам не предложили Заголовок В рекламе Бургер Кинг Использовали образ Жертвы изнасилования В соцсети Выложили картинку С промокодом На получение бургера С изображением Изображением Дианы Шурыгиной Я просто Краткий ликбез Для тех кто был в танке И под камнем И вот эти все слова Раскрученная Такой хайп По поводу Изнасилования 17-летней девушки Почему хайп С таким пингом Почти в год Да 17-летней девушки Изнасилования Парнем Которого посадили Или посадят Я вот не знаю Детали конкретно В общем Где он там находится Местоположение В общем То есть Несовершеннолетней Девушки Изнасилования На 8 лет Чувака вроде как Хотят посадить В общем Вот вся вот эта тема Которая раздута Еще и на Первом канале И вообще везде 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 В интернетах Этим воспользовались Бургер Кинг И как оказалось Хотя мы в принципе Следим и ржем Над тем что они Мы прям следим Вообще Как медиаметрикс У нас каждые 10 секунд Обновляется инфа Про Диану Ширюгину Да Нет Мы ладно за ним Мы за Бургер Кингом следим Как они За ними да За ними еще Санек отделит Они постоянно Начинают Постоянно пытаются Как-то выеживаться Со своим макетингом Отдел макетинга У них выеживается У них видимо там Кто-то покруче Чем Чернышов сидит Да Мы сейчас увидим Как выглядит чувак Который покруче Чем Чернышов Давай Они использовали Собственно образ Йоной На Своей рекламке Типа второй Биг Кинг Бесплатно У них на самом деле Регулярно эта новость Про второй Биг Кинг Бесплатно Я на самом деле люблю У них Биг Кинг Поэтому как бы Надо было походу жрать Я помню да Ты мне тоже советовал Пробовать Я пробовал И он таки хорош Он хорош У них почти каждый год Есть вот по недельке Когда целую недельку Биг Кинг Бесплатно Второй Да И здесь собственно Использован ее образ С этим же Мемом Который вот Вследствие хайпа Образовался Про то что она На той самой вечеринке Когда произошло Изнасилование Выпила Немножко То есть на донышке Она выпила На донышке Конец цитаты Да И она проиллюстрировалась И слова Соответствующим жестом Вот Который угадывается Собственно в образе Я просто Для наших дизайнеров Хочу показать Как вот люди Используют образы Реально Настолько прям вот Вот даже не карикатурно Не то что у нее там Нос большой там Или это Как в классических Карикатурах На путечку А нет тут Ее лик даже не запечатлен Просто одежда Прическа И жест Просто контуры Да Контуры практически Которые сразу угадываются Но Вообще-то Вообще-то Это гениально Вообще Я вот прям не могу Я когда вот это увидел Я прям прорыл всю историю Рогом Просто потому что Блин Гений Да И многие люди восторгались В комментариях Узнали Узнали мем Поржали Но и многие люди Сказали что Что-то это самое Вы не перегибаете ли палку Господа из Бургер Кинг Мы будем жаловаться Выше 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 Из инстанции В фастфудный суд знаменитый В США В котором председательствует Макдональдс в этом месяце Конечно Конечно И Там Опять же Развернулась Дискуссия На фейсбуке Где же еще Могут быть дискуссии Конечно Да Вот Причем под постом Белл Эропапорт Да Что-то говно делают Пацаны в Бургер Кинге Мутят Вот И собственно Они немножко Зассали И удалили Побырику Этот прикол Поэтому здесь скриншот Хотя на самом деле Вот смотри Не обострись Какой-то наедалово Вот мне У них были уже Да Мне оно даже Казалось бы Более Так сказать Офенсив Но вот чем им Диана Именно не угодила Я не понимаю Ну нет Здесь видишь Уже конкретно Обострись Это они сами придумали Прикольчик Там все такое А здесь уже видишь Такая скользкая ситуация Мало ли Мало ли И Я вам хочу Это Кто это все придумывает Так Это придумывает чувак Из Фисташки Агентства Фисташки Ты можешь нажать Рассказал Вот там есть ссылка В конце Вижу Ты нажмешь И там чувак Классический В очечках Со смузями Как надо Я не могу Вот И он собственно У него еще по-моему Цветной фотопринтер Именно Типа Эпсона Который Струйный Ты можешь сразу Проскролить Вот Там есть про него Что он копирайтер Рекламного агентства Фисташки Они там Всем агентство Видимо придумают Для Бургер Кинг Уже полтора года Работают И Бургер Кинг Как я понимаю Позволяет таким заниматься Блин Там какие-то люди В толстовках Таких Страшных Это исполнительный Креативный директор Лео Бернетт Групп Раша Ну там вообще Да Там такие люди Которых мы не видим Бойцы невидимого фронта Но они делают вещи Зарабатывают бабосики Вот И собственно Вот такая На Ваньку похож На Ваньку похож этот чувак Роман Зимонин Да Есть Ну согласись Ну есть Есть Да Вот так вот Господа Почему он без нашего стикера На ноутбуке Да Он что охренел Надо как-то да Поговорить 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 Беседу с ним Завтра я буду ему звонить В очередной раз Восторгаться И его этим Передам У него кстати Блюетти Микрофон у него У него блюетти Да Все как надо По трендикам Вот так Напишите в комментариях Как вы относитесь Ко всем вот этим новостям Особенно к Диане Как вы относитесь К Бургер Кингу Как оффенсив Глобал оффенсив Возможно Вот Вообще Вообще Мы с тобой Ну да Мы уже восхищаемся Че тут еще так говорить Че мы с тобой Как к этому относимся Да Мы и так уже Гении Вообще у нас дальше Будет разработка А у нас будет перерыв Обязательно Я пить хочу Как досвидос просто Че делать Пить Ладно Поэтому да Сделаем кратенький перерыв И продолжим Прям размягчать Ваши веб Задницы Да Хотя бы их Ладно Перерыв А перед Началом наших тем Разработки Я хочу вам напомнить Что на Uwebdesign.ru Слэш SmartApe Можно найти Ссылку Реферальную На Отличный хостинг SmartApe Который Что делает День от дня Становится лучше и лучше Правильно Уже безлимитный хостинг 2.0 Представили На котором прям Как будто у вас ESXi Можно переносить С одного PHP на другой Легким движением Тачку вашу Ваш шарит хостинг ВПС Все такие хорошие Стали Прям здоровские С SSD Можете просто Сервак арендовать В принципе Можно жить жизнью уже А какая там поддержка Музыка А не поддержка Даже круче Чем директора По маркетингу Который Придумывает Точнее нет Который копирайтер Из фисташки Agency Да Потому что там Ребята Вот эти Владимир Вот эти Владислав Иван Которые в техподдержке Смарт-тейп Я считаю Более компетентных Людей Порой И не существует Uwebdesign.ru Слэш Смарт-тейп Да Тем самым Вы не только Попробуйте Будете пользоваться Лучшим хостингом На планете Который отвечает Какому-то федеральному Закону Что хостится Все в России Но вы еще и Поможете проекту То есть нам Да Заранее Спасибо кстати Будем благодарны Если воспользуетесь Первая тема Из разработки Из разработки Первая тема Моя А следующая Санина О Только что Можете перематывать Сразу Переберитесь На столе И это нам Предлагает Нерон Инсомниус Конечно Неизменный Инженер Программист Делится опытом Удаленного Собеседования В компанию Amazon И здесь действительно На хабре Статья Перевод Да Дарья некая Перевела Из песочницы Подожди Так это может быть Ну да Перевод Точно перевод Она же сама Даже говорит Что я предлагаю Перевод Значит А на самом деле Статья чувака Который Чтоб ты понимал Знаешь как его зовут Ну-ка Шиван Каул Сахиб То есть в колл-центр Устраивался Так нет Он инженер Программист Да я понимаю И он крутой чувак Но вообще Программ Каул-центр Засчитан Засчитан Как слив Он понимаешь Что делал Ну-ка Значит Хотел устроиться В Amazon Я подождите Я не буду спойлерить Я не буду спойлерить Перед тем как Пройти тестирование В Amazon Он Немножко знал Про это Что там Да Тестирование Действительно Мы все знаем С вами Что в серьезных Компаниях Типа Amazon Пока ты Сдаешь Тесты Те самые Которые То есть Уже все Это практически Последний уровень Последняя инстанция Да Последняя инстанция Тебя уже допустили До этого теста После этого теста Скорее всего Тебя посмотрит Там еще какая-нибудь Группа людей Типа Как обычно Project Manager Потом еще кого-нибудь Еще кого-нибудь И все И ты принят Уже Скорее всего Так Вот То есть Это уже такой Прям финишная прямая Где за тобой Во время теста Наблюдают То есть Есть камера Смотрят за тобой Это прям серьезная тема Это все знал Шиван Каул Сахип Он знал это И как бы согласился Ну окей То есть Я все-таки в Amazon подаю И Дошел до этого уровня Почему бы нет Но говорит Я столкнулся с той темой Что Когда Началось Вот это Тестирование Началось Не только Вот Именно чувак Который тестирует Как же его зовут-то Блин Именно Интервьюер Ну да Интервьюер Он как бы не то что С тобой общается Каждую секундочку Нет Он просто сидит Где-то незримо И смотрит за тобой В смысле Его вебку мы не видим Ой нет Его Он в приватчате Он токены не кидает Нет Раздеваться не надо Но делать надо Более худшие вещи Потому что Не готовый Сахип Или как лучше сказать Шиван Так Или может быть Каул В общем Он не был готов К такому Что Интервьюер Чувак Который тестирует Его Захватит полностью Его компуктер Полностью То есть Практически По аэродмину Подключится С правами администратора Установит Своё ПО Сток Будет полностью Отслеживает Всё Удалит Из процессов Закиляет Всё дерьмо Ненужное Ну-ка Короче Он полностью Сделает банку Такой Чтобы ты Ничего не смог Списать Но кроме этого Он говорит Господин Шиван Вы давайте Это самое Ну-ка Это всё происходит Сейчас внимание Сейчас внимание Сейчас говорит Вебочкой Покажите Что у вас там На столе стоит Тот Говорит Показывает стол Говорит Уберитесь на столе Плиз Уберите все документы Всё, что рядом лежит Всё Откуда вы можете Что-либо списать А, это для этого Я-то думал Мне просто Не понравилось Что у вас срач Но он сказал Если у вас срач То вы когда и в компании У нас будете работать Это да Срач в голове А это плохо Ну было Такой отмаз был Такой отмаз был Было сказано Это будем мы смотреть Как вы работаете в команде Типа Выполняете всё дерьмо Выполняете приказы Ну как бы Окей Ладно Шиван такой говорит Базара нет Убрался на столе Причём это действительно Заняло какое-то Энное количество времени У него там Какие-нибудь рупии Лежат там Горами там Какой-нибудь Я не знаю У него сверху Махараджа майки Думаешь А у него кальян Сверху стоит Может быть А, ну кстати, да И Ну это Уплём стол прожжён Это нет Этого нет Статье Этого нет Статье Это всё шутки юмора На самом деле Он спокойно убрался Ну как бы Всё-таки интервью В Amazon Так Я думаю Каждый наш слушатель Бы так же убрался И не парился А тот говорит Ну ладно, ладно Пожди А покажи вообще квартиру Пожди Точнее не квартиру А комнату Чё там у тебя Везде вообще лежит И покажи пожалуйста Пол Вот там под Маникюр покажи Под столом Под столом Пол покажи Плиз Вдруг он в труханах Кстати сидел Чё он вообще делал Ну окей Он пол говорит Покажи Чтоб вообще нигде Ты не мог списать Ниоткуда подсмотреть И тому пришлось Показывать Всё своё личное Пространство Мало того Что у него полностью захвачена банка Эмазоном Матери божья И ладно Это всё прошло И он уже смирился И окей Ну эмазон так эмазон Хрен с ним Ага Но тут началось Ну хорошо Давайте начнём Давайте типа приступим Вот говорит Здесь видосик Сейчас мы его загрузим Будете там по видосику Какую-то там инструкцию Будете делать Тест проходить Угу И он Открывает Эту страницу С видосиком И короче Видосик уже не запускается Просто не запускается По техническим причинам Этот чувак Интервьюер Понимаешь Он не каждую секунду За тобой наблюдает Он всё-таки Куда-то уходит Он видимо других Ещё интервьюерит В это время Как бы это ни звучало И он потом приходит Каждые пять минут И чекает Как ты сам А у тебя всё ещё Видос не загрузился Угу Он ему контролэрит Перезапускает Обновляет страницу А у него снова не запускается И так пять раз И на шестой А это уже прошло До хренища времени То есть это всё Пока он убирался Пока вот это всё Нервничал Переживал Ещё и видос не запускается Короче говоря Уже всё Он уже на шестой раз Думает Я не буду ждать уже этого чувака Ничего уже не обновляется Забиваю Просто говорит Нажимаю Отменить нахрен Я говорит Забиваю уже вообще На Amazon На всё на это прохождение Так Нажимаю Отменить тест Отменить собеседование Отменить тестирование Угу Всё это он нажимает Всё Одну кнопку Ему говорят А чё это вы уверены Что хотите Он пишет Ну да Типа уверен Сто пудово Всё Ну как обычно Там ты представляешь Серьёзная американская хреновина Там надо через сто вопросов Пройти Уверен ты или нет И когда ты начинаешь Уверен не уверен Ты когда от Вовки Отписываешься Да 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 И ты говоришь Нет Всё я уверен Я всё Точно вы тестирование Не будете Это вы прям Вот это вы Да Это вы Шахип Шахип Калиб Кан Шиван Шиван Да Это вы То есть всё Ты сто пудово Всё И ты вот это Когда всё подтвердил И всё это По 20 минут Опять же Это всё не подтверждается Ждите подтверждения Интервьюера Короче Он всё это Забил на эту хрень Угу И просто уже Вырубил Вайфай Вырубил всё И да Вытащил шнур Выдавил стекло Да Вот Всё вырубил Нахрен Все брендмауеры Поднял сразу Чтобы их ПО не ходило Вообще нахрен Он всё сразу Зассал Ага Ну как бы не то что А просто это было Действительно неприятно И короче Всё И сказал Блин дерьмо И написал гневный отзыв И написал вот эту статью Кстати говоря Он какой-то известный Чувак крутой И Мало того что у него На его блоге Очень много людей Которые Написали в комментариях Просто что действительно Ну такие политики Это досвидос Сами амазоновские чуваки Где-то около пяти раз Обратились Сказали Чувак чё всё Мы меняем политику На самом деле Мы короче всё Больше так жёстко Не будем делать вещи Он говорит Хорошо хоть Амазон быстро реагирует Хотя бы На все жалобы Вот так вот Так что приберитесь На своём столе Когда будете интервью Проходить Мораль-то у нас Да простая Приберитесь на своём столе А то как-то это Вот Я знаешь Я не читал тему Так Но решительно Я не согласен В смысле И когда я об этом думал Я подумал Что чувака Его интервьюировали Нормально Что такое С-шарп Объекты Класс Функциональное программирование Может быть Ф-шарп И ему сказали Вот всё хорошо чувак Но мы вот тебя не возьмём Потому что вот у тебя Срач на столе Вот ты приберись там И так далее Я думал Вот такая будет тема Да Это было бы жестоко И прикольно А тут вообще Какая-то дичь Тут вообще дичь жареная Я согласен Давай Что там У нас вторая Закрывающая тема Разработку Ну и да И опять же Чуть-чуть возвращаясь к этому Говорим ли мы своё мнение Давай Как вот ты считаешь Стоит вообще так делать Нет Ну я бы дождался Я бы не зассал А вообще вот чего вот именно Он зассал Я не понимаю Ему просто уже неприятно стало Что у него ничего не загружается Он изнервничался Блин Ну как бы Я понимаю его ощущения Но я бы всё равно дождался Я бы запустил Терять-то уже как бы Я бувер-вотч бы запустил Ну вот да А ему нельзя ещё ничего Чтобы вокруг было То есть он ничего не мог Суть-то в том Что он ещё всё крутил Ручку просто в руках Потому что он ничего уже не мог делать Он просто у него всё убрано Он сидит на пустом столе дома Хоть бы чай налил Я не знаю Опять же Кальян бы забил бы себе Ну нет Он мог хотя бы в окне Чуть другое открыть Я не знаю Да нельзя ничего открыть Да ну как ты В смысле Всё Тестирование До свидос Ты сидишь голиком Как у поздоров Он у тебя горит Как вы относитесь к богу Вот так На нос надвинул очки Если бы вы да Могрели погреть с богом Что бы вы ему сказали Вот и всё И ты ничего не можешь Ну мне кажется Почему-то что я бы нашёл Всё равно способ Чего не достать Ты видишь Ну токены позарабатывать Хотя бы Ну уже раз перед вебкой Сидишь как бы Ну надо что-то делать Тем более тебя захватили Там было Тем более ты уже В приват-чате С амазоновским этим чуваком Ой ладно В общем прикольно У нас дальше София Кстати говоря Ротару Да Какая нахрен София Ну вот Новый вид прокрастинации Который сейчас будет Это с твита Какой-то Софии Я-то миновал это уже Я как бы сразу Открыл статью Почему говорит Подкасты Онлайн курсы Вебинары Это новый вид прокрастинации Я Вот Эх Хрен его знает Где-то на ювеб-дизайне Мне твиттер посоветовал Такой твит А я опять же ехал В маршрутке И сохранил его в трелло Я пока посмотрю На эту Софию Ты пока рассказывай Она в Сан-Франциско живет Так что Ни хреной себе Ни хреной себе По-моему Она с Украины Хорошо Вот В общем А саму статью Про прокрастинацию Я уже написал Макс Люкаминский И это Симео Эт Слайс Пленнер Синьор Маркетинг офисер Наверное Какой-нибудь Скорее всего Эт Слайс Пленнер Что такое Слайс Пленнер Я не знаю Но на подмедиуме Это кофелишес Как делишес Только кофелишес Прикольненько Типа кофеенно Да За кофеечком Нужно эту статейку Прочитать И здесь сразу Макбучик Айфончик Блокнотик Все как надо Эту статью я тоже Залайкал Как вы видите 1400 лайков Здесь уже Где Мы уже начали Прокрастинировать Вот в то время Когда ты начал Рассказывать Про эту статью Нет Но наши зрители Которые нас слушают Начали Здесь важно Очень четко Разграничить Я сразу Ну давайте Ты вот сейчас Как это Я козел Заставил меня Открыть конец книжки Сказать кто убийца То есть дворецкий Закрыть А я вот не поддамся тебе Ну ладно Не курю Давай-давай Не я примерно Представляю опять же Про чё Как мы представляли С тобой про интервью Вот Ну давай Давай Жги Так вот Макс Лукаминский Заголок Почему обучение Это новая прокрастинация Давай То есть обучение Все в целом Не важно подкасты Это вебинары Статьи или книги Не важно что Я когда в Primary school Еще учился там Какой нахрен Primary school Писать Ну в смысле Обучение Имеется ввиду Даже когда я Таблицу умножения Учил в школе Ну понимаешь Да Представь себе Но чё-то он охренел По-моему Ну он здесь Прям чётко расскажет Что, как, почему Давай У тебя не останется вопросов После того как я тебе Перескажу Своими словами Ну-ка Изложение Когда я тебе сделаю Этого материала Ты научился же уже изложения Конечно Я и сочинение И изложение И диктант Так вот Удивительный мир Онлайн-курсов Блогов Социальных медиа Бесплатных книг Подкастов Вебинаров Он предлагает Самые лучшие Возможности Чтобы Расширить Свои знания В любой сфере Которую можете Себе представить Это знаешь Как Типа там В фоллауте В начале Новый проект Убежище Он поможет вам Защититься От ядерного дерьма И говна И насрать Для мужиков Подкаст Сегодняшний Вы можете Спрятаться Ну да Типа добренько Да Вот здесь Он тоже Типа добренько Начинает И говорит Спасибо Что вообще В принципе Прорыв Техническому Который позволяет Нам Доступ в интернет Получить Для любых Кого угодно Людей И просто Сейчас опять У нас Очередной человек Будет чавкать Весь Стыдно сказать Кто там в комментариях Это писал Выйдите там Покажитесь Напишите еще раз Сейчас еще один Чавкать будет Я просто взял Конфетку Для мужиков Подкаст Вот да Так вот Кажется Что Было бы глупо Не учиться из дома Не улучшать Свои скиллы Знания И так далее Кажется же Мы же с тобой Тоже иногда Грешим этим Учимся из дома Да Учимся играя Я бы даже сказал Так вот А ладно Говорит Возможность Иногда Нас даже Как бы Подзаставливают Это Потому что Мир весь Он поднимает Планку Задирает Я бы даже сказал Как юбку Выше чем Когда бы то ни было Опять же Как юбку Как Диана И в принципе Они прям заставляют Идти собирать знания И ускоряться Еще быстрее И быстрее Узнавать про новые И новые фреймворки Учить их Учить Заучивать В принципе Где-то неудивительно Что когда Пытаетесь быть везде И сделать все Ни хрена у вас Не получится Вам приходится Делать Do your best Делать ваши лучшие Чтобы постоянно Собирать Крохи информации Из каждого Вообще там Уголка галактики Практически как Хан Соло В будущем фильме Спойлер Спойлер Так вот И мы прям боимся Даже Немножечко запоздать Что-то не выучить Потому что мы Сразу будем Аутсайдерами Будем вчерашками В конце концов Вообще В каком-то моменте Мы понимаем Что мы не можем Прям позволить Ничего пропустить Надо прям Мы пытаемся Каждую книжечку Прочитать Наточитать Везде все посмотреть Слушаем каждый Подкаст на смартфоне Каждый онлайн курс Который Есть Мы принимаем И каждый Который Наш Пейчек Сможет нам Позволить Здесь прям Такая оговорочка В конце концов Мы учимся Учимся Как только можем И Так же Интенсивно Как только мы можем После этого Мы Учимся Вообще Мы учимся Как писать И опубликовать Новую книжку Блин Меня меншни В телеграме Не могу И как писать Как будто не знают Что мы подкаст пишем Давид Если ты нас слушаешь Не меншни в телеграме Когда я написал Что мы Подкаст пишем Так вот А он слушает Сто пудово Все там будут Все будут нас слушать В итоге Прекустинировать Да Так вот Я сбился Мы учимся Как писать Публиковать книги Как запустить Успешный блог Учимся Как достичь цели На кикстартере Учимся Как сделать Нашего следующего В кавычках Единорога Я не понял Мем Но видимо Просто Что-то крутое Учимся Как получить Работу мечты Учимся 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 Но проблема В том Мы делаем Все что угодно Кроме того Чтобы что-то делать Наконец И все Вот эти действия Они на самом деле Ни хрена ближе Так к вещам Которые мы хотим Достичь Не приближают Вообще Ну учимся Мы и учимся И что теперь Лучшие знания Они на самом деле Не делают тебя Более влиятельным Могущественным И успешным Если тебе эти знания Не применяешь Понял, да? Если бабки Ими не зарабатываешь Конечно Да даже Хотя бы не бабки А просто хотя бы делаешь Вдруг ты там На перспективу работаешь Ну так вот Ключевой Секрет успеха Это не Упражнения Накопительные А возможность Их применить Я напоминаю Любое знание Сначала перерастает В умение А потом умение Перерастает в навык Умение Это когда ты сначала Подглядываешь В гайд какой-то И делаешь А навык Это когда ты уже Без подсматривания Хреначи все Угу Так вот Knowledge is worthless Unless it is applied Знания бесполезны Если их не применяет никто Ну подожди А я могу сейчас задать вопрос Забегая вперед Может быть это наоборот Не забегая вперед Так А если я учу Не какие-нибудь Постоянно трендам Следовать Или что-то А если я основы Постоянно учу А неважно Если ты их не применяешь Толку Это анонизм Ты дрочишь просто И все Ладно Для мужиков подкаст Так Needless to say That studying is crucial Needless to say I'm sailing away Хорошо Расмус Не буду подхватывать А я не знаю текст I'll take the shot on you Это 2005 год Альбом Ну короче Я знаю только Это 2003 год In the shadow In the shadow Oh my time Так вот Короче Конечно надо учиться Для мужиков подкаст Да Это да Это прям сейчас точно Самый мужской момент выбрал Так вот Но Вообще Надо прям по-другому Теперь учиться Надо просто Перестать учиться Из чужого опыта Понял Нам автор говорит Не надо учиться На чужих ошибках Надо как дурак На своих Надо дойти Разбивать ручки И губки Не научиться Ребёночек ходить Если он будет смотреть Как другие ходят Чё твои-то Он пока сам себе нос Не разобьёт Десять раз Он не сможет Прямо ходить По линии Не сможет Не клевать Вот это носом Как баран Запинаться Ногой об ногу Вот свои башмачки Эти сандалетки Не застёгивать На шнурочки Не завязывать Так Пока он Ты не обкакайся По два фонаря На каждом глазу У него пока не будет гореть Он не научится Ни хрена Понял Бейте своих детей Запрещено всё На территории Российской Федерации Да скоро уже разрешено будет Там всё подписали Скоро согласен Жён уже можно бить Скоро детей уже Научат бить Именно научат Опять же Ну и чё дальше Так вот Сейчас секунду Давай на паузу Давай на паузу Резюме нажал Там всё вырежем Обрежем потом Так Так вот И говорит К сожалению Обучение Стало прям Главным таким трендом 21 века И стала Новой формой прокрастинации Потому что люди Они прям сидят Только учат Что-то узнают Вроде думают Что они успешными становятся Но на самом деле Вместо того Чтобы что-то делать Мы только сидим И потребляем контент И ничем это не отличается От просмотра Какого-нибудь сериала Фильмов Или читения ленты в ВК Потому что ты эту информацию Одинаково не применяешь Как то Что там у тебя Кто-нибудь семейное положение Сменил Хотя это ты Наверное Ты применяешь Это ты применяешь Но да И На самом деле Здесь он говорит Что Вообще-то У тебя уже давным-давно И ты такой думаешь Блин Вот сейчас я ещё Вот эту книжечку Прочитаю С основами Как ты говоришь И всё И начну кодить И говорит Вы это На самом-то деле У вас уже давно Есть всё Чтобы начать Вау Потому что Сколько бы ты книг Не прочитал На практике Ты всё равно будешь Разбивать себе морду Нос Будешь каждую строку Дебажить Как баран Потому что Ты не заметишь Что там Console.log Вместо там Log.ue Я сейчас Бредовый пример Абсолютно привёл В том смысле Что Пока ты эти ошибки Не совершишь Тебе ни одна книжка От всего Не предостережёт Инфа сотка Просто на практике Говорю Погоди А он не будет углубляться К тому что всё-таки Подкасты Вебинары Или не имеет значения Что Абсолютно не имеет И я Будет мой вывод Потом Как бы даже если Он этого не скажет Я пока эту статью читал Уже всё придумал Модель успеха Так Так вот Embrace the truth Бизнес молодость Да Вы говорит Правде в глаза Хоть посмотрите Не важно Какие у вас Теоретические знания Все препятствия Когда вы будете Их применять Вы те же самые Соберёте Все шишки Набьёте Те же самые Потому что Никогда невозможно Все практические примеры Написать в книжках Даже если Эта книжка Называется Кукбук Который типа Практические рецепты Уже без теории Просто Если у вас Если у вас там Что-нибудь Упало Это То Потому что Все падает По-разному Каждый раз Это я согласен Знаешь В чем суть В том Что это По-моему Статья Не для Раздела The Когда ты Стать Прекрати Учиться Потребляя Начни Учиться Создая Создавая Круч Стоп Ленинг Бай Ресерч Стать Ленинг Бай Дуин Прекрати Учиться На Исследованиях Учись Делая Прекрати Учиться Слушая Учись Говоря Не надо Слушать Подкасты Про Веб Технологии Хотя Наш надо Естественно Другие не надо Начни Сам Говорить Про Веб Технологии Нихрена Иди своим Сверстником В курилке Рассказывай Что ты в Юб Дизайне Вчера Услышал А если Ты им Объяснишь Ты и сам Поймешь Три раза Лучше Прекрати Учиться Читая Начни Учиться Писая Написывая Написывая Напиши Сам На Медиум Как наши Подписчики Я уже Статьи Наших Подписчиков К нам На сайт Выкладываю Про Деструктуризацию Массивов И объектов В Экмоскрипт 6 Что делаешь Вовы Дудая Я прям Процитирую Кто Чувака С Украины Нихрена Се Да Он не боится Сам писать Статьи Неуклюжий Пусть Хреново Он их пишет Но Блин Он старается И он крутой Он возможно Уже тоже В Сан-Франциско Калифорния Да Но как бы Вот Тем не менее Прекрати Учиться Смотря игру Учись Играя В эту игру Что не зря Стоим Это тебе Смотри Вообще не зря По пятницам Играйте с нами Прям Подключайтесь Там что-нибудь Я не знаю Ну нет Нас можно смотреть Мы нормальные Пацаны А вот других Вот этих всех Не надо Вот Вот только нас можно Только нас Я сейчас конфетку Проглотил Пока ты рассказывал Случайно Или специально Случайно На каком слове Чтоб я поняла Я учился Учился Глотая Ну слушай Ты на донышке Я тебе налил Там Поход И передать Мне главное Не сесть завтра На восьмёвочку Ты строгача Согласен А то отъеду И все доз будет Вообще Чё делать-то дальше Не Ну это отлично Короче Старый способ Обучения Он нас сдерживает И не даёт нам расти Надо Прям сразу в бой Начинать Всё это применять Базар нет Я сегодня знаешь Что сделал Ну-ка Дома Спаял наушники Вот у меня дедушка Он вырвал Кусок наушника Так Случайно Запнулся Запнулся Я сегодня спаял Я не паял Наверное 100 тысяч лет Нахрена у него наушники вообще А он слушает в наушниках Потому что он не слышит нихрена А в наушниках он полным врубает Ну телик Телик Да Там вофулка вообще Да Короче Ну всё Случайно запнулся Ну и какие-то видимо Большие наушники А там АКГшные Мои АКГшные Огромные наушники Которые я покупал Вот Я сегодня припаял Работают Так работал один наушничек А так два Блин Я учился Паять Ты не смотрел перед этим 15 роликов Как паять Нет Как вот Припой в левую руку В правую канифоль Паяльник Держи другим местом Каким-нибудь Тыкай туда И седыши Мне это Вот так Не приклеивалось И нормально Ну слушай Круто Согласен Но вообще Вы идите и пишите Уже Пишите код Блин Как старых Было Да И уже не надо Читать про код Идите и программируйте Уже быстрее научитесь В 100 тысяч раз Согласен А книжки Вы их как бы Побочно читаете Но не забывайте Что надо при этом Программировать И что-то делать Это уже наше мнение Да Мое личное Я не знаю Может твое не совпадет Ты сейчас скажешь Мое только читайте На диване лежите Читайте Смотрите Ютуба ролики Там как зарабатывать Бизнес молодость Саша Спилберг Деник Хача Катю Клэп Вот это все Как заработать миллион Не вставая с дивана Вот спасибо за чтение Здесь он кстати говорит О Идите не пишите Мне только лайкайте Меня дальше читайте Понял да В смысле он сам это написал Или это Нет я уже утрирую Но на самом деле Если вам понравилась статья Он говорит Идите Hard button Нажмите Кстати Ну-ка я L нажму На medium Будет L Не не будет Просто на дряблом Если опять же К клавиатурному управлению Если L жмешь Он love делает Лайкает В принципе Мне просто теперь Сильно нравится Эта вот модель Клавиатурного управления Я тебе больше скажу Ну-ка Ну-ка Можно же делать Не можно Я просто видел Есть текстовые квесты Вот старые Еще олдскульные Так Где Когда тебе Вот несколько вариантов ответа Они каждый раз Меняют буквы И ты начинаешь задумываться И потом Логические загадки От этого совершаются То есть ты Такой задумываешься У тебя там Допустим F и B Используются И ты думаешь F Но там вообще Там знаешь Типа Пойти там На кухню Это F А B Это там Пойти обратно В пещеру Ты начинаешь задумываться F Нормально С кухни Прям в пещеру F это forward Возможно А B это back И ты начинаешь думать Хм А что значит Эти буквы И ты начинаешь Задумываться Над вот управлением И как бы это Дополнительный интерактив Тебе Ну круто Слушай Согласен Я прям Мне прям хочется На ювеб дизайне Теперь что-нибудь Клавиатурное сделать Под клавиатурный Чтобы было Под заборный Клавиатурный тренажер Ну Короче Научпоп Да Полетели в космос Полетели В данный момент На сайте Уже кстати все Закончилась конференция Я уже подглядел Подглядел Нашли три звезды Нашли целую солнечную систему Еще одну Крутую С планетами На трех из них Скорее всего Вода есть И скорее всего Может быть жизнь Короче говоря Это была на самом деле Только что Большая пресс-конференция НАСА Они там Нашли какую-то Инопланетную жизнь Так Экзопланеты Являются на данный момент Главной надеждой На существование Инопланетной жизни Во вселенной Пишет нам Канобу Уже было найдено Много планет Похожих на нашу Собственную землю На которых Возможна жизнь И вот ты рассказываешь Что там Три планеты Два прихлопа Три притопа Ну можно нажать На ссылку Здесь текстовая трансляция Конференции НАСА Я прям нажму Она тоже на Канобу Происходит И да Там скорее всего Уже будут результаты Сразу Я просто на самом сайте Смотрю И у меня тут Adobe Flash Player А нет Загружается Все Ну вот 23.42 У меня без Adobe Flash Player Было Вот кажется и все Трансляция закончилась И вот что мы в итоге узнали Ученые нашли систему Трапист Со звездой Похожей на нашу И семью Планетами земного типа Три из них Потенциально пригодны Для жизни Но никто не может Сказать этого наверняка Ученые собираются Исследовать эту систему Еще очень и очень долго Мы скорее всего Никогда туда не попадем Чтобы видеть Своими глазами Прикинь сейчас Пацаны на Траписте сидят Типа Не попадут Лохи Лохи Мы короче Слушаем Лежим Учимся Смотрим только все И нормально Мы вообще Мы как бы если что можем попасть Мы как бы смотрим как попасть Мы это знаем Но не попадаем Нахрен нам это не надо Вот именно Короче Трапист Прикольная тема Вот такая новость Эскрометная Быстрая А следующая новость Сразу перейдем От космоса Обычно Там типа 40 световых лет Или тысячи световых лет Лететь-то на всего-то Короче Чтобы добраться до Траписта Понадобятся тысячи чудес Что такое тысячи чудес Чудеса это в чем измеряется А там трапы уже что ли Ну Траписты Возможно там все уже трапы Да Поэтому в принципе Тема которая перекочевала С прошлого подкаста Самые высокие небоскребы России Так Здесь короче Такой длинный рассказ Ивана Сычева Редактор Geek Times Между прочим Ну-ка И он тут с фотографиями Поэтому слушатели Господа слушатели Вернитесь потом И гляньте Просто представьте для начала Хотя возможно вы каждый день Идите здание Видите Поэтому вам говно дерьмой Насрать Про самые высокие небоскребы России Чувак начинает С самого начала Когда еще Он сначала Приводит пример Что в 85-м году В 1885 году В Чикаго Был офис высотой 42 метра И это уже считалось Небоскребом Хотя сейчас 42 метра Я помню Знаешь как мне всегда В школе Учительницы географии Всегда когда О метрах речь Школа 14 метров Она всегда вот это говорила А школа у нас Трехэтажная была Вот три этажа Это 14 метров примерно Значит сколько там Три школы получается Ну Сколько 48 42 42 То есть ровно три школы Ну да И Вот такой был То есть девятиэтажка Такой был небоскребчик Да в Чикаго Это считалось круть Сегодня К небоскребам Относят уже гораздо Более высокие постройки Вот 130 метров Чтобы вы понимали Это уже небоскреб Вот примерно Такое разделение Значит когда У нас в России Началась тема Скайскрейперами Я буду так их называть Как будто я смузи припеваю Нормально да 1913 год Чтобы вы понимали Уже тогда Семиэтажечку забахали Угу И И как бы Ладно тогда Семиэтажечку Сейчас страна Занимает 15 место В общем мировом рейтинге С 38 Достроенными Массию Восьмью возможно Не знаю Достроенными небоскреб Скайскрейперами Угу Короче 913 год На углу Калашного переулка Или калашного Я не знаю Переулка Запомните это имя Ты хочешь Запомните это имя Обратите внимание Так Он короче построил Семиэтажку А потом она короче Обрушилась Обвалилась Я бы даже хотел Да Завалила переулок Кирпичом Бревнами и обломками железа Кусками говна Короче говоря Высоту двух этажей То есть как раз Семи Два этажа Отвалились И это уже было Осталось мост Сельпрому Это уже все Революция И т.д. И мне очень нравится Кто там заседал В этом здании Прикольно Там заседали Такие чуваки В 25-м На первом этаже здания Разместили склад Муки И администрацию Московских продуктовых Магазинов И пивных Высшей дирекцию Бухгалтерию Коммунистическую ячейку И местный комитет Они нормально На обед спускались Вообще хорошо В жилой части здания Жили рабочие Бабаевской фабрики Кстати Просто опять же Отступление Вот в Германии В Германии К Пивчанскому Часто вот Особенно в стилизованных Всяких пивоварнях Которые там в замках Где часто я бывал В свое время К Пивчанскому Приносят эти Зерна пшеницы Как закуску И ты вместо семечек Хаваешь пшеницу просто Прикольно А там склад муки Как раз И пивная И можно сразу все Возможно они там сидели И сосиски оттопыривали И показывали где немцы Возможно В стиле Да в немецком стиле Кстати говоря В 20-х годах Немецкий стиль Он нормально шел Он нормально еще был Еще не было Предрассудков никаких По поводу Германии Да Ой-ой Между прочим Между прочим Здесь фотография Хотя хрен его знает Этого Ну скорее всего да Вот как обломалось все Та самая семиэтажка Выглядит как будто Просто настройки Куча поддонов Разломали И в кучу скинули Да И вот в 50-х годах Кстати говоря Нет Подождите Про 50-е годы Проскролль чуть-чуть ниже Ну Как теперь это здание Выглядит Оно классно выглядит Очень Мостельпром Не Согласись Что вот это за Ринг там Сверх Кинг ринг Понимаешь Заглядь что я рингом назвал Да Есть ринг сверху Да Но тем не менее Оно сейчас выглядит В принципе похоже На то что было Ну да Согласись И Мостельпром Вот так вот Вот так прикольно Покрашено Отреставрировано Ага В 50-х годах поперло Как раз сейчас будет Такой Небольшой Кусочек статьи Про Сталинки Ух ты Не про те Сталинки Которые Сталинки Мы привыкли Большие квартиры С большими потолками Высокими Сталианс Вот так назывался Стиль И это 7 сталинских высоток Причем Я вам скажу Я помню Твой батя про это рассказывал Да Я тоже помню Что мой батя рассказывал Короче Видимо все архитекторы Это попсовая тема В Челябинске Ой в Челябинске Че я несу Это вообще В России Попсовая тема Я сейчас почему-то подумал Что у нас в Челябинске 7 высоток Тоже нормально Но у нас Я напоминаю Он нам рассказывал Что у нас тот же Сталианс Запланировался И у нас тоже Хотели сделать штук 5 Но успели только Юргушник сделать И часть ритма А потом заморозили бабки И перестали Да по сути Юргу Это ну как бы Копия МГУ А МГУ Это Сталианс И вот мы сейчас Дойдем до этого Вот этот Сталианс Тот самый Вот эти 7 сталинских высоток Их должно было быть 8 Причем 8 Восьмое должно было быть Самое высокое Восьмое Совет министров А фу Совет министров Ну да Совет министров В 47 Решил построить 8 высотных зданий Да Из которых Самым высоким Предполагался Дворец советов Там где сейчас Храм Христа Спасителя Да На месте взорванного Храма Христа А вы как знаете Пацаны Которые за Сталина Рубили Они Храм Христа Спасителя Взрывали Было да Было Вот И возможно Я сейчас вру И это немцы взрывали Не 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 Наши тоже Сильно много С церковью Ну да Но я не знаю Конкретно Храма Христа Спасителя Напишите кто историк Кстати да Возможно здесь мы прям Ошибку допускаем Тяжелейшую И вот короче говоря Вот именно эту тему Не построили Дворец советов Но остальные 7 Замутили И короче То есть план Я просто на Вики Зашел там Твою мать Там такой досвидос Просто city 17 Там где Это стоит того Да да На дворец советов Конкретно В смысле Что именно да Должно было быть Там просто Твою мать Там реально Короче Огромный Огромный Такая стелла Именно вот В стиле Сталианца И наверху Стоит Ленин Как я понимаю Да да Вот Но это не об этом Сейчас Ты просто должен был Стать девятой Центральной главной Московско-сталинской Высоткой Кульминации Всего высотной Стратегии СССР Самым высоким Зданием Мира Архитектор Иофан Щуко Гельфрейх Все продолжаем Короче Суть какая Суть в том Что 7 построили Молодцы И запланировали Как раз Во время Сталина Достроят Естественно Дальше Позже Когда он уже Его там не станет Уже станет Другой чувак Другой чувак С моим именем С моим именем Ну В шляпе Лысый Лысый Стучал еще Да Все началось Со старого корпуса Это я уже говорю Первое здание Первая сталинская высотка Которую начали строить Потом дальше будет Классная инфографика Мы все посмотрим Жилой дом На Котельнической набережной Можешь перейти Он охрененно выглядит Я каждый дом Согласен Согласен Как косточки От курицы Их прям Вытаскивать Облизывать На вики можете почитать Там в описании И во всем Кто что делал Как Чичулин и Ростковский Инженер Гохман Да Короче вы можете Там Какие квартиры Шувалова Там короче Круть Дело о покраске звезды Можно вот смаковать Сидеть Кто архитектор Кто любитель Посмотрите Возвращаемся обратно Потому что здесь будут Фотографии красивые Именно в нашей статье В оригинальной Короче Жилой дом на Котельнической Первый Столианс Все началось Со старого корпуса Девятиэтажного Жилого здания Выходящего на Москву реку Завершенного в сороковом До решения Совета министров Я просто про Шувалова Зачитался Ладно Возвращаемся Там я говорю Там круто Центральную часть здания Достроили уже в 52 То есть Короче Именно отбахали Высота здания 176 метров А количество этажей Включая технически 32 32-этажка Такая первая Практически Вот И собственно Написано Что естественно Заключенные Строили зэка Причем Они вроде как Оставили надписи Строили зэки Но короче Чувак не нашел Подтверждение Походил Видимо Посмотрел там По зданию Чувалов закрасил Все Каскупил Да Здесь посмотрите Фотографии В старом стиле Черно-белые И в новом стиле При освещении Очень красиво выглядит Такое как будто Прям литое здание Какое-то Монолитное Прям круто Я не могу Да Оно прям Хогвартс В излучине Москвы реки В 1953 Начали строить Гостиничное здание В Дорогомилове Которому при Хрущеве Дали название Украина То есть он Крым отдал Украине Здание Так называлось Всем охренел Что ли Вот В 1957 году Когда здание Достроили Был открыт Кутузовский проспект Гостиница Стоит в самом Его начале На момент Открытия 25 мая 1957 гостиница Была признана Крупнейшей в Европе То есть это Огромная гостиница Высота здания 206 метров Уже выше 34 этажа Опять же больше 497 номеров Сейчас в гостинице Площадь от 25 Маленький 370 Охрененный Какой-нибудь Вип Кинг Люкс Ну для Шувалова Опять же Вот Проскрольте Опять же Как выглядит При освещении Вечернем Прям гениально Светится отлично Вау Какая фотография Прям по золотому сечению Все сделано Да В натуре Дисней Дисней Самым высоким Рукотворным памятником Иосифу Сталину Это уже следующее Это уже третье здание По счету Стало главное здание Московского государственного Университета Имени Ломоносова Да То самое Которое у нас Вдохновлялись Юргу Нашего Челябинска В строительстве Приняли участие И заключенные Мне нравится И А еще кто Интересно Для которых На 22 этаже Организовали Лагерный пункт На 700 человек Просто они там Тусили Перебивались Вот 183 метра Ну не такое высокое Но тем не менее Мне нравится Что чувак Знает Со шпилем 240 Да Со шпилем 240 Но потому что там На самом верху Хрен уже жить Но тем не менее Быть жить Лифтов Он посчитал 68 штук Поправьте Кто там учился А вот кто учился Ходил считал Сто пудов Вот именно Ты слушай братан Еще один грузовой Там есть 69 Ты че Мы там на нем катались Мы на халяву Сали в нем Комендантов Да От команданта Чагивара Сам университет В этом здании На Воробьевых горах Открылся 7 мая 55 Напоминаю На Кубу съездить Хочу прям посмотреть Вот Да Над оформлением фасадов Работала Вера Игнатьевна Игнатьевна Мухина Которая собственно Рабочую колхозницу Придумала Спроектировала То есть она еще и Скульптор Да То есть как бы Архитектор и скульптор Но архитекторы Они стильные рисования Сдают У них даже вступительный экзамен Это скетч Ну да Ну естественно да Причем в скетче В самом на маке И памятник Петру Чайковскому Она тоже сделала Кстати говоря Вот Ну там фундаменты Каркас Никитин Создатель Останскийская башня То есть это в принципе Крутые чуваки Придумали МГУху Хотя Согласись Вот везде разные архитекторы Но все выполнено В одном стиле Столиансе Ну Я так понимаю У них гайдлайн был Как материал дизайн Определенный Но возможно Столианцы Как марсиане Столиане Как марсиане Сделали Да Ладно все Последующие 37 лет Самое высокое в Европе здание Чтобы вы понимали Охренеть То есть мы как-то были На передовухе Были на передовухе Про скролли Опять же Как выглядит сейчас Там люди толпы Но сейчас кстати Тоже как-то очень вылизанно Выглядит Так снято Прямо босраться Ну я согласен Фотографии очень выигрышные Я бывал Прям там Еще лужники смотрел Спиной к МГУ Смотрел на лужники В общем да Очень круто сделано Сфоткано Прям муа Идем дальше Следующее здание Уже по-моему четвертое На Смоленской Сенной площади В Москве Находится Министерство Иностранных дел России Да это я тоже знаю Да Высотой 172 метра Ну уже пониже Обратно Но тем не менее Но тем не менее В том же стиле Здание проектировал Архитектор Гельфрейх Создавший проект Здание Российской Государственной Библиотеки То есть он тоже Уже делал всякое И Минкус Над Лебниной На портале А там портал Уже открыт За темным порталом Да да Я тоже хотел сказать Здание Работал скульптор Мотовилов Вот Я просто называю Наших героев Чтобы вы понимали И не наших тоже Короче говоря В послужном списке Которое оформление Станции Московского Метрополитена Электрозаводская Новокузнецкая Короче он еще Метро оформлял Которые кстати говоря Все выглядят по-разному И очень красиво Новых станций Там уже просто все Новые да Там хай-тек До свидания Да здесь кстати говоря Опять же есть фотографии МИД Вот МИД уже еще больше На Юргу похож Чем МГУ МГУ уже прям вылизаны Там уже в алюминиевых Стаканчиках все Да МИД он какой-то задроченный А МИД он задроченный Там пожелтел уже Известник Может быть конечно Фотографии такие Тут да Может быть не такая выигрышная Его запрещено фоткать На самом деле Там снайпера Тебя с собой Да И тут Я шучу Я не знаю Ну тем не менее На площади Красных Ворот Работали Душкин Архитекты Центрального Детского Мира Мезенцев Проект у которого Были отстроены После Великой Отечественной Войны Железнодорожные вокзалы На Смоленске Харькове Витебске Смоленске Какие люди а были То есть там до свидос И я так понимаю Это уже Да В общем Здание расположилось В самой высокой точке Садового Кольца 138 метров Это в смысле Мы сейчас уже про Да 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 Про МИД закончили И следующее пошло Про высотное здание На площади Красных Ворот Да Короче В общем Круть Круть Идем Ну вот видишь Опять же фотографию Я не понял Сейчас ты там административно Что находится Хрен пойми Тоже не очень понял Тем не менее Напишите Москвичи Вестибюль станции Красные Ворота Ну там поди уже Газпром просто Снимает офисы Беспаля В 55 году Работники Авиационной промышленности Летчики Испытатели Получили квартиры В жилом здании На 450 квартир И это отдельное здание Вот это новое Следующее мы обсуждаем Построено на Кудринской площади Оно здесь в основном шпиль Да я так смотрю Без отдельно Без ансамбля Вокруг него Да Архитектурно Это здание С центрального объема В 24 живых этажа Боковыми Почему ты упустешь На Кудринской площади Я надеюсь не в честь Алексея Кудрин На Кудринской площади Господа Да и оно так и называется Жилой дом на Кудринской площади Вот есть на Википедии Ну и фотка тоже уже такая Уже не так монументально Как МГУ Не так да Но все в одном стиле Опять же Согласен Прям круто Здесь классно Такая преемственность Представь да Как люди Вот консистенси полная У них было Согласен Как интересно Они этого добились Я вот хочу это вот знать Вот просто мне интересно На таком уровне Когда причем Комбуктеров то не было еще Конечно Это ж И причем там разница Это в 20 лет бывали Угу То есть это ж надо было Как-то передать Сделать Лекало Причем они же не идентично Скопированы Они именно в стиле В одном А оно в стиле Да Но это блин круто Иногда хочется это изучать Прям вот да Там это именно Дом авиаторов То есть он Ну еще так называется Потому что авиаторам Давали там квартиры Вот да Вот он как выглядит Есть где он Сошпилес этого Я в принципе понимаю Шувалова Который скупал В таких домах квартиры Вот да Я бы тоже скупал Если было возможно Если я был Шуваловым Конечно 49-54 год Следующая Там блин Там руферы на шпиль Забрались Я говорю руферы Мать а Там вообще охренеть Мне реально сейчас Дух захватило от фотки Я просто Ну представил себе это Дальше следующая Как слушатели Просто представил Там фотка следующая Которая после руферов Как будто он какой-то такой Ми-ми-ми Он сделан из спичных коробков Да Как будто это уже С дрона гоупро Кармодрон Да 49-54 На Каланчевской улице Строили гостиницу Ленинградская И здесь интересная Сейчас история будет Про Ленинградскую 17-этажное здание Высотой всего 136 метров Не такое уж высокое По сравнению Со остальными Но они все равно Какие-то здоровые Там либо пятиэтажки Около них Либо хрен его знает Но они все равно Они еще все Вот этот вот Стиль который меня пугает Если только на окнах Сконцентрироваться То они все такие Кластерные Как бойницы Да-да-да Оно прям И вот там архитектор Поляков Он выделился Знаешь чем? Он эту гостиницу Внутри обделал Знаешь как? Именно обделал Он там охрененное Убранство Именно внутреннее сделал Причем настолько Досвидосное Излищество настолько Что написали Про него В газете Правда Крупные излищества Были допущены При проектировании И строительстве Высотных зданий Так например На строительство Гостиницы Ленинградская На 354 номера На Каланчевской площади В Москве Затрачено столько же средств Сколько понадобилось бы На строительство Экономично спроектированной Гостиницы на тысячу номеров И после такого дерьма А где были люди Когда это все Подавались Ведомости Принесли Нам вот столько Ну какой базар Нет Расписываем Потом построим Твою мать Мне больше нравится Что Я что за это расписывался Не украли А наоборот Вбухали Вот это прикольно А сколько еще украли Сейчас тебе сразу Начнут писать Говорить в комментариях И сам Сам Тезка Никита Хрущев Он-то собственно Видимо в правде И вычитал такое дерьмо Говорит Это что за дерьмо И после такого Поляковича естественно Лишили всего нахрен Как обычно у нас делают Его лишили Сразу анекдот Вспоминается про Хрущева А это что за Послушаем Никита Сергеевич От зеркала Да Но его лишили Причем того Чего у него не было Лишили сталинской премии Хотя у архитектора Этой премии и не было Ну вот Вот Я как бы анекдот Как раз вот в этом духе Рассказал Естественно из-за этого Так как поняли Тренд Хрущева А это тренд Другие архитекторы В спешном порядке Упрощали дома Которые уже строили Сучара Я бы так его назвал Столько просрали Хороших высоток А именно Вот с Лениным Вон она там По инфографике Которую ты говоришь Посмотреть Да-да-да Но кстати Ненавижу Вот ненавижу Мы уже дошли до инфографики Да Она вообще шикарная Тоже здесь он Здесь по годам Она выстроена Упорядочена Но можно посмотреть внизу Собственно высоту Небоскребы Те самые сталинки Сталинские сестры Вот так вот интересно Идем дальше Немножко отклонимся От этой темы Кстати нет Еще пока не отклонились Вот чувак Архитектор Вячеслав Алтаршевский Алтаршевский Он крутой чувак Потому что он даже В Нью-Йорке Проектировал Такие же здания Такого же типа А там есть Такого типа здания Есть фотки Интересные У меня скролл потерял Сейчас Вот эта фотка Wolfworth Бюлдинг Она короче В Нью-Йорке Есть Собственно Нью-Йоркский Он короче В универе учился Там в Нью-Йорке Короче До свидос Чо Строил такие же здания Они как бы В готический стиль Потому что они Стремятся сильно вверх Да Нео-готика Некая такая Короче До свидос В общем Просто Просто Вот Дополнительная инфа Сталинский Эмпир Мне вот это нравится Название Ну Сталинский Эмпир Он Вот у нас Все Площадь революции Улица Свобода Цвилинга Вот это все считается Сталинский Эмпир Тоже Ну вот И мне тоже Опять же нравится И когда вышел Вот этот указ Хрущева Он реально вышел В 55 Или в 57 Начали строить Об упрощении Там говна и дерьма И начали строить Хрущевки И вот Просрали все Я прям не побоюсь этого слова Дальше мы немножко В наше уже В наше время вернемся Модернизм Модернизм Да Москва-Сити Москва-Сити Тот самый комплекс И мне нравится Как он здесь называется Типа архитектурный ансамбль Эмп Я сейчас немножко Позволю себе зачитать В рейтинге небоскребов В России Первые 12 позиций Кроме седьмой Занимают башни Москва-Сити Впервые О проекте строительства Московского Международного делового центра Упомянули В далеком 92-м Еще И тогда Борис Иванович Тхор Еще Это архитектор Который все это запланировал И инсценировал И т.д. и т.п. Предложил Лужковичу Проект вынашивали долго И Тхор короче В кепке ходил Вынашивал этот проект Да Тхор даже не дожил До результата Умер в 2009 Нельзя А собственно Москва-Сити Запустили недавно В 2017 Прямо реально свежак Или я вру Не в 2017 Но сейчас посмотрим дальше Высота главного корпуса МГУ В 240 метров Кажется не таким Впечатляющим результатом По сравнению С самыми высокими На данный момент Небоскребами России И мы сейчас разберем Просто по ним Пройдемся Чтоб вы понимали Хотя вы наверное понимаете Башня Восток Москва-Сити Особенно москвичей Они это стопудово Должны по идее Поднялась над городом На 373 метра Восток И вот Восток Это самая на самом деле Скучная из них Но она самая высокая Вот вы видите на фотографии Она Не-не-не-не Запад А Восток Да высокая Чего-то туплю уже Вот Короче говоря В башне Так Восток А фундамент для строительства Башни Федерации Ушло 14 тысяч кубометров Бетона Что зафиксировали В книге рекордов Гиннес Да Охренеть Но тем не менее Я вот ночью ее не видел Я видел весь комплекс Днем Но ночью я уверен Он более гениально смотрится Днем как бы Ну да Но ночью я так понимаю Там вообще супер Пупер В башне Федерации 67 лифтов Почти столько же Сколько в МГУ Чувак лифтыч Второе по высоте здания Вот после этого Вот вы посмотрели на фотографию Это как бы тоже ансамбль А что за красное дерьмо Я не понимаю На фотках ночных Это машины так движутся Просто с длинной выдержкой Да Это супер выдержка Понятно А то как-то мне страшно Аж Согласен Какие-то жилы Да Второе по высоте здания МФК ОКО Южная и северная башни Имеют высоту 354 И 341 метр Плюс 15 уровней подземной стоянки Ну там вообще в принципе Подземная стоянка До свидос Вот Здесь какие-то номера И я так понимаю Фотографии Фотографии Блин Вот сразу ОКО под ним ОКО да Вот это вот фотографии ОКО Третье по высоте здания Европа Небоскреб Меркурий Сити Тауэр Уже названия вот такие пошли Высотой 33,8 метров Это целое В ансамбле там много зданий Так в Европе или в стране? Потому что до этого говорили в стране А теперь уже Европа Да Тут короче в Европе То в Европе То в стране Над проектом трудились Франк Уильям Сразу архитектор Более 20 зданий на Манхатане А также здания в Дубае Сеуле И видно что на самом деле На Дубае Он кальян ставил Да На Дубае похоже Ты посмотри Вот если проскролить Ну реально такая тема Очень хай-течное такое здание Я не побоюсь этого слова Вот Михаил Пасохин Кстати говоря Воссоздавший храм Христа Спасителя То есть чуваки Прошаренные в архитектуре Делают эти вещи Естественно Еще бы Вот Оно так выглядит прям Ну реально Как современные телефоны Самсунга Не то что плохие А в смысле вот с этими Разряжаются Я понял И кстати говоря Заметь у него Именно стекло Такого цвета бордового Я думаю это просто закат Может быть Но почему-то именно на нем Этот блик Ну тем не менее Хотя да Он здесь повторяется На нескольких фотках Да Причем везде Сто пудово не закат Дальше интересно Дальше интересно Следующий небоскреб То есть это еще не было интересно Евразия Хотя нет Это не так интересно Евразия Она такая более Округлая Высотой 308 метров 70-этажное здание С офисами Тут прям показано Как оно Прям вот Сквозь все облака Согласен Торчит только оно И там вон Две шишечки еще какие-то Вообще охренеть Короче да Вот оно есть Потом дальше Комплекс Город-столиц В том же Архитектурном ансамбле Москва-сити Состоит из 76-этажной Башни Москва И Санкт-Петербург Вот их очень хорошо видно Их можно видеть На фотографии Это вот именно Хрень с квадратами Ну я бы догадался Повернутыми Да Причем скорее всего Москва-то выше Все-таки чем 70-этажная Да То есть 76 у Москвы А у 67 Питер Ну как надо Должна же быть Так сказать Субординация между столицами В ансамбле Город-столиц Ну да И между ними там 18-этажная секция Соединяет их Вот этот город-столиц Пятый по высоте Небоскреп в Европе Он тогда выделяется Действительно Вот эти квадраты Они очень прикольно сделаны Он объединяет Офисные комплексы И жилые апартаменты Высота здания 302 метра Ну слушай Я бы не отказался От квартирки там Ну там круть Там круть Да там круть До окончания Строительства Города-столиц Самая высокая в Европе Была башня на набережной Комплекс состоит Из трех зданий Вот это следующая Собственно Опять же Следующая фотография Опять же Три здания 17-27-59 этажей Там такая вирусная реклама Фотобещики Прямо Незаметненько Там справа Такой этот логотип Да-да-да Вообще незаметненько И там ну Всякие крутые пацаны Расположены Типа IBM Семантик Там Citibank Toshiba Кстати говоря Да Я думаю неужели Ты их как-то пропустишь Особенно в ансамбле Москва-Сити Вот это да Вот она выделяется Остальные как бы не так Но вот это прям супер выделяется Башня эволюции И она действительно эволюция Внешне она напоминает Спираль ДНК Такая хреновина Загнутая Вижу Вот Высота 54 Она даже бордовая Выглядывает справа Да кстати реально выглядывает Европа или как Евразия Там еще транслируется Флаг России Просто по полной Лиже Вот 54 этажа там В спирали В этой ДНК Эволюция 255 метров Высотой Она реально выделяется Ну вот прям видно Кривое такое здание Загнутое Вот среди всех Оно прям Выделяется Рядом с федерацией Эволюции И городом столиц Возвели 60-этажную Башню империи Вот кстати империя Это просто ну такая Низкая хреновина Но она прикольна тем Что в нее вот Вписан То есть в квадратное здание Вписан такой Овал Некий Доска для серфинга На которую Растелеком сверху Транслируется Да доска для серфинга Вписана И она тоже Этим выделяется В принципе Каждое здание По себе уникально Одно самое высокое Одно такое Сякое В общем Можно это посмотреть Здесь опять же Проведены все они И подписаны И да Там под низом Есть ТРЦ Афимол Сити Можно позакупаться Вау Вот Ночью выглядит охрененно Ночью я не видел Но вот ночью Там досвидос Что эволюция Причем вообще охренеть Как светится Я не знаю Это нужно ли в офисах Оставлять свет ради этого Нужно ли дома Не вырубать свет Нет я думаю Это иллюминация Она именно На здании Снаружи Ну тогда Как ты заснешь Если ты живешь Где-нибудь в Санкт-Петербурге Или в Москве Вот в одном из них Как ты там уснешь Какого хрена Ну занавески плотные Выдают Видимо Выдают Да там Все затычки В уши В жопу Здесь кстати говоря Где-то будет Ниже написано Сколько стоит Там закупиться Квартирка Там было Да Про там Миллионы Сейчас немножко Опять же Сталианс Череда небоскрепов Москва-Сити В рейтинге Самых высоких зданий Прерывается на седьмом месте Здесь у нас Жилой небоскреп В Чапаевском переулке Его высота 264 метра Максимальная Этажность 57 И это опять же В Сталиансе Выполнено Хреновенно В архитектуре Здания Легко угадывается Тот самый Сталинский Ампир Или Сталианс И короче Короче Потом Еще немножко Про жилой комплекс На Мосфильмовской И это прикольное здание Которое Лужковыч Хотел Укоротить Это настолько Крутое здание Что оно там Жуи премии Эмпор Эмпорис Скайскрепер Авард В 2012 В 13 раз Выбрал лучшие Небоскребы мира И пятое место Занял в этот дом На Мосфильмовской Пятое Еще 13 Ну согласен Да Но что-то занял Короче И в общем Прикольный Жилой дом Он так выглядит Очень неустойчиво Поэтому возможно Лужков и засал Что на него упадет Там сверху Не знаю Он там ездил Куда-нибудь 22 лишних этажа Насчитал И боялся Что на него упадут Хотел укоротить Но ничего не укоротили Лужкова уволили Башня Исеть И Высоцкий В Екатеринбург Исеть Я всегда хотел Исеть Почему-то Говорите Исеть Это по-моему Река такая У нас здесь Где-то на Урале Сейчас я загуглю Давай-давай Потому что Исеть Твою мать Вот Башня Исеть И Высоцкий В Екатеринбурге Река на Урале В Западной Сибири И собственно Вот это та самая башня Которая Достаточно высоко Стоит В Екатии Короче говоря Если ты подумаешь Что только в Москве Нет В Екатии тоже есть Я Высоцкий видел Просто Стоял Подножие Да 212 метров Это и Исеть Я теперь хочу Исеть говорить Вот И Высоцкий Здесь написано Сколько Дальше Там под Исеть Вот он Да 188 метров Да Но я хочу вам рассказать Что я видел еще здание Маленькое Под которой закос То есть вот сама Вот эта большая башня Это типа Прикол Пародия Архитекторы Просто ну Как бы Вдохновлялись Небольшим зданием Таким низеньким зданием Гостиницы Вот Которая тоже там Есть в центре Она там На проспекте Ленина Насколько я помню На проспекте Мира Опять же не помню Вот В общем Вот такой прикол Про Екатеринбург Там тоже есть Высокие здания Если вдруг Вы из Еката Опять же Ставьте лайк Что тут еще Жилые комплексы в Москве Ну это так Просто на Воробьевых горах Жилой комплекс Огромные хреновины В которых тоже покупают Там наверное так свистит ветер Да свидос на высоте Просто охренеть Там возможно Как в С-классе Мерседеса Звукоизоляция Просто хорошая И все там Евроокна сами закрываются Если ты их открытыми Случайно оставил Да Жилой комплекс Континенталь Все это на Воробьевых Там любят высокие ставить Я напоминаю Что МГУ тоже на Воробьевых Ну да Вот Здесь какая-то хреновина Уже как Хогвартс Опять же Славянский бульвар Жилой дом Эдельвейс Он еще и называется Эдельвейс Там вообще Европа ПЦ Европа полная Потом ЖК Триколор Такая тоже хреновина Как выглядит Как будто это просто Бутафорская Из Просто не знаю Чего сделано Из Картона Но на самом деле Это вот Жилой комплекс Алые паруса По-моему это рендер Да скорее всего Потому что Как-то там все Задние дома Да Жилой комплекс Алые паруса Тоже очень высокий Огромный Прям пестрый Вот Да Ну и вот Вот так вот В общем Я даже не знаю Какой здесь вывод Охренеть Вывод охренеть Сталинский эмпир У нас больше всего Конечно поражает Меня Меня да Вообще Москва-сити Ансамбль Конечно тоже неплохой Не Ну Москва-сити Генеально Это уже такой хай-тек Это уже Это уже технологические Здесь люди Тут уже Архитектор Хотя опять же Люди наверное бы поржали Я хотел сейчас сказать Что архитектор там уже роли особо не играет А архитектор бы сам поржал бы Он сказал Роли не Ну Я думаю он уже больше на компьютеры полагался Ну ладно Я понял тебя Мне кажется нам надо как-то это Мы охренели да Что-то да Надо вот пропустить там Три статьи какие-нибудь Из научпопа Сразу перейти к новостям слушателей И обсудить обойку Давай Хорошо Хорошо Давай открываем Первую темку Открываем Лёхонькие Слушатели Погнали Ром Ром Крам Прокомментировал И господа Слушайте внимательно Потому что вопрос в основном так вам Привет Спасибо за все что делаете За то что ответили Зачем обновлять дизайн сайтов Предлагаю обсудить схемы помещений Может Мы обсудили сейчас помещение А теперь схемы Теперь схемы Может это уже было Но я не нашел Достаточно часто требуется показать Как пройти в тот или другой офис Кабинет Магазин Все уже привыкли К настраиваемому дизайну Карт Яндекс Гугл Понятно Но Говорит Хотелось бы помещение указывать Приходилось ли вам Слушать Читать про какие-либо Правила Применяемых Для рисования Подобных схем Случалось Сталкиваться С подобными задачами Как вы их реализовали И что об этом думаете Спасибо Отличный вопрос У нас нет на него ответа В компасе Если только нарисовать Ну да Рисовать в каких-то таких редакторах Но опять же Оно Тебе придется потом Из компаса Это фотошоп экспортировать И там дорожки нарисовать А он-то хочет Чтобы был какой-то уникальный формат Допустим SVG В котором ты карту загружаешь В какой-нибудь редактор А там уже могут дорисовать Здесь лифт Здесь телефон Здесь пожарный кран Google Rooms Ну вот что-то подобное Да Поэтому Уважаемые подписчики Вы если знаете Какие-то такие сервисы И делали Большое количество карт помещений И знаете Как их там Удобно скелить Там Сдвигать Раздвигать И рисовать на них То вы Подскажите пожалуйста И нам И Ром К храму Согласен Следующий комментарий Theme of art Прокомментировал И тут снова Надо напрячь свои ушки Потому что Привет Есть такой вопрос Что мучает меня В последнее время PHP против Ruby И типа Чё круче Вообще чё PHP Понятно что Типа Ваш выбор Пал на PHP То есть наш Говорит Полгода верстаю Сайты на фрилансе Но хотелось бы Пойти дальше Как Фил Шиллер Да Смотри PHP нужен для VP То есть для WordPress Например Который постоянно Приходится использовать Ну кстати Не только для VP Но и для джумлы Хринлы Ну я думаю Её на фрилансе Реже Дрилл 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 Дриллпал Может ещё да На джумлу вряд ли Руби же нигде не видно Хотя возможности У него достаточно И есть собственно На хабре срач По поводу этого И можно жить Там можно читать Всё такое Всё такое Чё говорит Причём там срач В песочнице Находится Несхрена Да Чё говорит Пару слов Такой и срач Скажите Чё Руби Питон Ну я просто Мы хотели сказать Пару слов Что у нас есть Цикл роликов На канале Называется Беседовые экраны Да И там мы Неоднократно обсуждали Все эти холиварные Вопросы С коллегами Уже не просто Там с Никитой А уже с людьми Которые тоже там Имеют какое-то Своё мнение Отличное от нашего Потому что мы-то тут Как бы Даже если мы иногда Разыгрываем между вами Спектакль хорошего и доброго На самом деле Мы в бане потом сидим Веб-разработчика Мы конечно же Солидарны друг с другом Вот Как же это По-гейски звучало Я не могу Солидарны друг с другом Для мужиков 23 февраля Поэтому Руби просто Загибается уже Чё ты начал Ты я не понимаю Вот и всё Вот так Вот так Вот я подливаю масло В пиндосе используют Ну используют и используют PHP там тоже используют Поэтому идём дальше Витайгер Кто хотите Можете подключиться В срач Здесь же А вообще Тем офф арт Посмотри Беседовый экран Там круто Витайгер прокомментировал И он прокомментировал Оставил нам 3 Три темы 2 из которых Мы уже обсуждали Каково это Быть разработчиком Когда тебе 40 Каково это Постить те темы Которые мы обсуждали Уже Причём Выпусков 40 назад Ну ладно Он мог не знать Чё это Витайгер Рассказываем Про Когда тебе 40 Уже было Почему зелёных звёзд Не бывает Было всего выпусков 10 назад Ну а третью тему Просто Она нам не очень подошла Поэтому Витайгер Ознакомливайся Со старыми нашими подкастами Мы прям хотели Отдельно это озвучить Тебе привет передать Тем более ты нам Всем привет Написал Привет И да Прям Старые подкасты Они тоже крутые Попробуй их смотреть Тоже на досуге Прокрастинируй Вместе с нами Не делай ни хрена Смотри только подкасты И всё будет круто И на рекламу жми Да Мур-мур-мур И последнее Из того Что мы выбрали В тему слушателей Вормичок Или Уормичек Прокомментировал Ребят Расскажите о проекте Веб-дизайн Сколько уже Зарегистрировалось На сайте Какие планы Есть по развитию Давай сразу Давай с конца Сколько уже Зарегистрировалось С середины Ну вот да Ну к 200 Уже близится По гибель Да И я Даже считаю Нормальный результат Согласен Меня устраивает Если эти люди Будут впоследствии Активничать И смотреть у нас Там потом Это Скрытер раздел Более чем достаточно Для того чтобы Квикстарт сделать Кикстарт Не кикстартер А просто В смысле что Нормально стартануть Уже с дополнительными Какими-то приблудами К проекту Поэтому Какие планы По развитию Ну вот это и планы Дополнительные приблуды Планы Это хрена Если мы о них сейчас скажем Ни хрена не сбудется Как водится Да Поэтому мы просто скажем Что планы есть Чем больше вы нам денег Занесете Тем быстрее они реализуются Не потому что мы их Прожрем эти деньги Пробухаем И начнем что-то делать А потому что Это нам поможет Откладывать Другие повседневные задачи О том как снискать На хлеб насущный И позволить сконцентрироваться На ювеб-дизайне Все больше и больше Ну и да И просто Если у вас активность будет Потому что Если будет активность затухать Например там Просмотр подкастов Или еще чего-нибудь Не дай бог То как бы и мотивации Будет меньше Смысл тогда что-то делать Для людей Которые ничего не смотрят Поэтому вы смотрите Да Вы оказываете нам Всю посильную помощь Ювеб-дизайн.ру Слышь донейт А мы не подведем вас Будьте уверены У нас столько в планах Просто космос Просто обосраться Я бы даже сказал Да Короче вармячок Спасибо за вопрос Идем к Обуечке Ну да Наши пекс Которые мы выбрали Тоже перекочует Плавненько В следующий выпуск Почему бы и нет Допустим А может быть Вы в стримах Нас спросите В пятницу будет стрим В субботу будет еще один Опа В воскресенье Да в воскресенье Я уже не помню Короче два стрима Будет в эти выходные В пятницу приходите В пятницу приходите Расскажем подробнее Что как Короче обойка Я здесь вижу Такой пати вэн Да Классический И дом Не высотка конечно Сталинский Сталининский Как же там было Сталинианс Не Сталианс Но все равно Я думаю что наш подкаст Это все таки Пати вэн Потому что дом Это где дом Ну сидят там Подписчики живут Они такие Няняня Выходят Садятся в пати вэн И каждую неделю Мы проезжаем Мимо них Как фургончик С мороженщиков И они с нами едут На два с небольшим часа Тусуют Тусят Туда Обсуждают Да Понимают Насколько вообще У них есть веб друзья В этом мире Холодном Хладном Ютюба И не смешных Подкастов И других роликов Обзорных Поэтому Есть еще место Где вы можете Взять там Гитару Поорать песни На весь пати вэн Отдохнуть душой И телом Я бы сказал Да С такими же как вы И вон луна уже А прикинь Если бы здесь было две луны Это татуин Боже Да И мы бы уже Гадали с тобой А Рэй Она внучка Оби-Вана Или дочка Люка Палпатина Да Или дочка Ну да Или кто-то Палпатина Или внучка Палпатина Ого Короче говоря Прям круто будет Вы Блин У нас один из пиков Был про фильм Про Хана Соло Все забей Согласен Не будем мы сейчас В это углубляться В общем да Наш подкаст Это пати вэн У меня тоже не было Никаких По этому поводу Сомнений Не то что это Второй камень слева То что мы это В бане Обсудили с тобой Не Мы не сговариваясь Совершенно А этот дом Да Здесь живут наши подписчики Это большой веб дом Они куют Вот там на балконе И кидают окульки Гады Вот Ну в общем Нам то это не мешает Особо Когда мы проезжаем мимо Мы сами кидаем Мы просто их зазываем Каждый раз Да На два с небольшим часа В общем Спасибо что были с нами Uwebdesign.ru Slash donate Два ночи На Челябинске Slash smart tape Да В Челябинске уже два ночи Но слава богу Завтра я не на работу Поэтому можем себе это позволить Что характерно Мы сегодня пораньше собрались Чтобы пораньше записать И попозже закончили Да Цель видимо эта Достигнута Но я так понимаю Мужики Вас с праздником Да Уже теперь с наступившим И нас с тобой Никита тоже с праздником Да Напомню что можно подписываться В соц сетях Вконтакте В титре В фейсбуке В инстаграме В гугл плюс Ставьте нам лайки На ютубе Пишите комментарии В айтюнсе Пишите отзывы Ставьте звездочки Там тоже обязательно Нас слушайте Поддерживайте проект Смотрите в пятницу Стрим С вами был Никита Тарасов И Александр Гончар Увидимся уже через неделю Пока Пока